Геннадий Малахов. Целительные силы. Том 1. Очищение организма и правильное питание. Читает автор. В данной книге даны рекомендации по оздоровлению организма человека нетрадиционными методами, без применения лекарств, элементы хатхи йоги, позволяющие мобилизовать защитные силы организма и избавиться от различных заболеваний. Даются рецепты чистки организма от продуктов распада, угнетающих жизненные силы. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Предисловие автора. Многие люди хотят, чтобы их излечили другие или чтобы это было сделано с помощью какого-нибудь инструмента, не признавая своей вины и не стараясь найти свою ошибку, являющуюся причиной их беды. Жорж Асава. Не получая помощи от других людей, я стал искать причины ухудшения своего здоровья. Сначала читал популярную литературу по оздоровлению, а затем и специальную, научную. Постепенно мне открылся великолепный мир целительных сил. В хаосе отрывочных сведений и путаницы обнаружился порядок, законы, которым надо неукоснительно следовать и которые беспощадно карают несоблюдающих. Отметая все лишнее и ложное, я стал следовать этим законам, рекомендовать их другим людям, а также стал замечать, как это делают другие люди, добивающиеся удивительных результатов в создании своего здоровья. В ходе своего исследования я наткнулся на массу уникальных научных разработок и исследований, которые объясняли феномен исцеления с помощью питания. К сожалению, все недостояния специальных научных изданий и когда придут широкие массы, неизвестно. За прошедшие 100 лет в нашей жизни наиболее существенно изменилось питание. Появилось очень много рафинированных и искусственных продуктов, которые оказались неприспособленными к эволюционно сформированным механизмам переработки и усвоения пищи. Желудочно-кишечный тракт портится и изнашивается в первую очередь, а от него патология распространяется дальше. Поэтому величайшая редкость – настоящее здоровье. Но в большинство случаев оказывается достаточным изменить питание и организм быстро начинает самовосстановление. Помните древнюю заповедь «Если ты заболел, измени образ жизни. Если это не помогает, измени питание. Если и это не помогает, тогда прибегай к лекарствам и врачам». В данной работе я предпринял попытку обобщить и с научной точки зрения объяснить, от каких рычагов зависит наше здоровье. Зная их, вы можете целенаправленно приводить рычаги в действие и исцелять самих себя. Раскрытию механизмов исцеления с помощью питания и очищения тела посвящен этот том. Автор выражает признательность всем самоотверженным людям, которые по крупицам добывали знания о человеке. Часть первая. Чистки организма. Толстый кишечник. Наука о строении человеческого тела является самой достойной для человека областью знания и заслуживает чрезвычайного одобрения. Вязали. Единицы из многомиллионной массы людей по-настоящему знают о роли толстого кишечника в деле поддержания крепкого, стабильного здоровья. Мудрецы древности, йоги, тибетские и египетские врачеватели давным-давно знали истину, что толстый кишечник должен содержаться в идеальном порядке, если хочешь быть здоровым. Вот высказывание величайшего целителя всех народов и времен Иисуса Христа, записанное его учеником Иоанном в манускрипте «Евангелие мира Иисуса Христа, относящееся к первому веку нашей эры». Внутренняя грязь еще страшнее, чем грязь наружная, потому тот, кто очищается только снаружи, остается нечистым внутри, похож на гробницу, украшенную блестящей живописью, но внутри наполненной мерзопакостью. Иисус Христос дает и простое средство для очищения толстого кишечника – клизму. Возьмите большую тыкву, снабженную спускающимся вниз стеблем, длиной в человеческий рост. Очистите тыкву от ее внутренностей и наполните речной водой, подогретой солнцем. Повесьте тыкву на ветке дерева, преклоните колени перед ангелом воды и потерпите, чтобы вода проникла по всем вашим кишкам. Просите ангела воды освободить тело ваше от всех нечистот и болезней, наполняющих его. Потом пустите воду из тела своего, чтобы с нею устремилось из тела все нечистое и зловонное. И увидите собственными глазами, и почувствуйте носом своим все мерзости и нечистоты, которые оскверняют храм вашего тела. И поймете вы также, сколько грехов обитало в вас и терзало вас бесчисленными болезнями. Сказано очень сильно. Давайте подробнее разберемся на основе современных научных достижений с ролью толстой кишки. Параграф 1. Анатомия толстой кишки. Толстая кишка является конечной частью пищеварительного тракта человека. Ее началом считается слепая кишка, на границе которой с восходящим отделом в толстую кишку впадает тонкая кишка. Заканчивается толстая кишка наружным отверстием заднего прохода. Общая длина толстой кишки у человека составляет около 2 метров. В толстом кишечнике выделяют две части, ободочную и прямую. Диаметр различных отделов толстой кишки не одинаков. В слепой кишке и восходящем отделе он достигает 7-8 сантиметров, а в ситовидной всего 3-4 сантиметра. Стенка ободочной кишки состоит из четырех слоев. Изнутри кишка покрыта слизистой оболочкой. Она вырабатывает и выделяет слизь, которая уже сама защищает стенку кишки и способствует продвижению содержимого. Под слизистой оболочкой расположен слой жировой клетчатки. Под слизистой оболочкой, в которой проходят кровеносные и лимфатические сосуды. Затем идет мышечная оболочка. Она состоит из двух слоев. Внутреннего циркулярного и наружного продольного. За счет этих мышечных слоев происходит перемешивание и продвижение кишечного содержимого по направлению к выходу. Сирозная оболочка покрывает толстую кишку снаружи. Толщина стенок ободочной кишки в различных ее отделах не одинакова. В правой половине она составляет всего 1-2 мм, а в сигмовидной кишке 5 мм. Посмотрите на рисунок 2. На нем ясно видно, что толстый кишечник располагается в брюшной полости и соприкасается, либо располагается в непосредственной близости со всеми брюшными органами. Прямая кишка у мужчин спереди предлежит к мочевому пузырю, семенным пузырькам, предстательной железе. У женщин – к матке и задней стенке влагалища. Воспалительные процессы с этих органов могут переходить на прямую кишку и наоборот. Параграф 2. Функции толстой кишки. Функции толстой кишки многообразны, но выделим основные и разберем их по порядку. Всасывательная. В толстом кишечнике преобладают процессы реадсорбции. Здесь всасывается глюкоза, витамины и аминокислоты, вырабатываемые бактериями кишечной полости. До 95% воды и электролиты. Так, из тонкой кишки в толстую ежедневно проходит около 2 килограмм пищевой кашица, химуса. Из него после всасывания остается 200-300 граммов кала. Эвакуаторная. В толстой кишке накапливаются и удерживаются каловые массы до выведения наружу. Хоть каловые массы продвигаются по толстой кишке медленно, если кишечное содержимое проходит по тонкой кишке 5 метров за 4-5 часов, то по толстой всего лишь 2 метра за 12-18 часов. Но тем не менее, они нигде не должны задерживаться. Прежде чем разобрать другие функции толстого кишечника, разберем случай задержки эвакуаторной функции. Отсутствие стула в течение 24-32 часов следует рассматривать как запор. Обложенный язык, вонючее дыхание, внезапные головные боли, головокружение, апатия, сонливость, тяжесть в нижней части живота, вздутие живота, боли и урчание в животе, снижение аппетита, замкнутость, раздражительность, мрачные мысли, насильственный недостаточный стул – это признаки запора. Одна из наиболее частых причин запора – принятие высококалорийной пищи малого объема. Дурная привычка утолять голод бутербродом с чаем или кофе приводит к тому, что каловой массы в кишечнике образуется мало. Она не вызывает рефлекс на стул, в результате чего по несколько дней не бывает дефекации. Это явный случай запора, но даже при регулярном стуле большинство людей страдают от скрытой формы запора. В результате неправильное питание, в основном крахмалистой и вареной пищей, лишенной витаминов и минеральных элементов – это картофель, мучные изделия из муки, тонкого помола, обильно сдобренные маслом, сахаром, причем в перемешку с белковой пищей, мясом, колбасой, сыром, яйцами, молоком. Каждая такая еда проходит через толстый кишечник и оставляет на стенках пленку кала – накипь. Скапливая в складках карманах, дивертикулах толстого кишечника, из этой накипи образуются при обезвоживании, ведь там всасывается до 95% воды, каловые камни. Как в первом случае, так и во втором, в толстом кишечнике идут процессы гниения и брожения. Токсические продукты этих процессов вместе с водой попадают в кровяное русло и вызывают явление, именуемое кишечной аутоинтоксикацией. Вот что пишет профессор Петровский в статье «Еще раз о питании, его теориях и рекомендациях». Это журнал «Наука и жизнь», номера с 5 по 8, 1980 год. Еще Мечников утверждал, кишечная аутоинтоксикация – главное препятствие в достижении долголетия. В экспериментах он вводил животным гнилостные продукты из кишечника человека и получал у них выраженный склероз аорты. Выраженная аутоинтоксикация может развиваться при наличии трех условий. Это малоподвижный образ жизни, питание рафинированной, преимущественно масляной пищей с резкой недостаточностью в ней, овощи, зелени и фруктов, нервно-эмоциональные перегрузки, частые стрессы. Следующим важным моментом является то, что толщина стенок толстого кишечника в основном 1-2 мм. Поэтому через эту тонюсенькую стеночку в бурчную полость легко проникают токсические выпады, отравляющие близлежащие органы, печень, почки, половые органы и так далее. Примите 1-3 столовые ложки свежевыжатого свекольного сока. Если после этого моча у вас окрасится в бурячный цвет, то это означает, что ваши слизистые оболочки перестали качественно выполнять свои функции. И если сок свеклы окрашивает мочу, то также легко через эти стенки проникают и токсины, циркулируя по всему организму. Обычно, годам к 40, толстый кишечник сильно забивается каловыми камнями. Он растягивается, деформируется, сдавливает и вытесняет со своих мест другие органы брюшной полости. Эти органы оказываются как бы погруженными в каловый мешок. Ни о какой нормальной работе этих органов не может быть и речи. Внимательно рассмотрите рисунок 3 и почитайте к нему пояснение. Сдавливание стенок толстого кишечника, а также длительный контакт каловых масс с кишечной стенкой, а есть каловые камни, которые десятилетиями прикипели к одному месту, приводят к плохому питанию данного участка, слабому снабжению его кровью, вызывают застой крови и отравление токсинами от каловых камней. В результате развиваются различные заболевания. Из-за поражения слизистой оболочки различные виды калиты. От пережатий и застоек крови в самой стенке толстой кишки, геморрой и варикозное расширение вен. От длительного воздействия токсинов на одно место, полипы и рак. О массовости вышеописанной картины можно судить по статистическим данным, приводимым доктором медицинских наук профессором Петровым в брошюре «Факультет здоровья» номер 9 за 1986 год. При профилактических осмотрах практически здоровых людей практологические заболевания выявляются у 306 из 1000. Рисунок 3. Патологически толстый кишечник. Заштриховано с залежи каловых камней. Пояснение к данному рисунку взятым из русского народного лечебника Петра Куринова и книги «Искусство вылечит самого себя природными средствами мантования Рамола». Прочитайте их внимательно. От неправильной диеты, недопустимых смесей в пище, происходит засорение и деформация толстой кишки. На рисунке 1 изображена толстая кишка в том виде, в каком она должна быть. Но в 99 случаях из 100 она больше напоминает изображенную на рисунке 3. То есть раздутую от каловых камней, в середине которой проходит маленький проход. Обратите внимание на разрез толстой кишки. На нем в центре виден просвет в каловом веществе, которое находилось там 20 и более лет. Выдающийся немецкий врач-хирург сделал 280 посмертных вскрытий и в 240 случаях обнаружил приблизительно такую картину, как на рисунке 3. Другой врач из Лондона, разрезав толстую кишку одного умершего человека, извлек из нее 25 фунтов, это 10 килограмм, старого закаменелого кала, который и по сей день хранить в большой банке со спиртом, чтобы наглядно показывать. Некоторые хирурги заявляют, что до 70% вырезанных ими обудочных кишок содержат чужеродный материал, глисты, а также фекальные, застывшие как камень, застарелые за многие годы массы. Внутренние стенки кишечника оказываются поэтому покрытыми давно попавшим туда материалом, нередко окаменевшим. Они напоминают свод печи, нуждающийся в полной очистке. Доктор Ламур заявляет, мы можем со всей уверенностью сказать, что основной причиной 9 десятых тяжелых болезней, от которых страдает человечество, является запор и задержка фекальных масс, которые должны были бы выводиться из организма. Доктор Илья Мечников в книге «Изучение человеческой природы» приводит данные, согласно которым из 1148 рассмотренных им случаев рака кишечника, 1022, то есть 89% возникли в толстом кишечнике. Приведу выдержку из лекции народной целительницы Семеновой Надежды Алексеевны. Ежесекундное отравление телами-ядами через кишечный барьер создает определенную концентрацию шлаков в крови. Одна половина человечества способна задержать в теле растворители шлаков. Это жир и вода. Люди пухнут, сильно увеличиваются в размерах. Вторая половина, вероятно, из-за свойств своего кишечника и определенного порядка в обмене веществ, не удерживают растворители шлаков. Эти сохнут. Концентрация шлаков в крови последних несчастных должна быть больше, чем у толстых. Народная мудрость по-своему оценила это природное явление. Пока толстый сохнет, сухой сдохнет. Оба типа страдают от запоров, от завалов, от отравлений собственными каловыми камнями. Отравление идет медленно, к нему привыкают с детства, с пеной у рта отстаивая свои привычки в питании, свои любимые пельмени, ватрушки, пироги с мясом, молочной каши, творог с сахаром по утрам. Еще бы, сила и дань привычки. Но так все идет, пока болезнь не припрет к стенке, когда врач, по словам доктора Амосова, выдаст вам вексель, который, увы, никто не сможет оплатить. Также медленно с детства развивается атония толстого кишечника. Из-за отравлений стенки толстого кишечника, а также растягивания ее каловыми камнями, нервы и мышцы стенки толстой кишки, настолько парализуются, что перестают отвечать на нормальный рефлекс. Перистальтика отсутствует. Отсюда позыва на опорожнение недолгое время. Запором способствует игнорирование, опять-таки, с детства, позыва на опорожнение. Вот типичный пример, взятый мной из книги Монтовани Рамола «Искусство вылечить себя природными средствами». Когда за несколько минут до перемены школьник чувствует нужду, но сдерживается, не решаясь попроситься, так как опасается, что ему в этом могут отказать, что он обратит на себя внимание и прочее, антиперистальтическое движение отодвигает материал в подвздошную область, где он накапливается. Позывы стихают или даже исчезают совсем. Но вот звенит звонок на перемену, ребенок с увлечением начинает играть, и вновь позыв дает о себе знать. Но он это опять подавляет, думая, что ему хватит времени после игры, чтобы сходить в уборную. Но вот совершенно неожиданно для него наступает пора опять возвращаться в класс. А нужда опять-таки дает о себе знать. На этот раз, опасаясь замечаний, он не решается попроситься выйти и делает все усилия, чтобы перетерпеть. Причем, если такая задержка повторяется неоднократно, то вскоре она вызывает снижение активности и чувствительности нервов, отвечающих за эту функцию. Рефлексы не дают необходимого возбуждения, а чувство нужды притупляется, как бы отходит на второй план. И ребенок даже не замечает, несмотря на плохое пищеварение, тяжесть в голове, пониженную успеваемость, что в течение четырех, а то пяти дней подряд он не ходит в туалет. И в зрелом возрасте утренняя спешка, неуютный туалет, частые командировки и так далее приводят к запорам. Выше написано, особенно относится к женщинам. Из 100 лечившихся женщин, 95 болеют запорами. Беременность, особенно во второй половине, также способствует запорам. Я пока не буду подводить итоги последствий запора и загрязнений толстого кишечника каловыми камнями. Более полная картина будет ясна при описании других функций толстого кишечника. Выделительная. Толстая кишка обладает способностью выделять просвет пищеварительные соки с небольшим количеством ферментов. Из крови в просвет кишки могут выделяться соли, алкоголь и другие вещества, которые иногда вызывают раздражение слизистой оболочки и развитие болезней, связанных с ней. Таков же механизм раздражающего действия на слизистую оболочку толстой кишки соленой и острой пищи. Как правило, геморрой всегда обостряется после кушания селедки, копчений, блюд с уксусом. Параграф 3. Давайте подробнейшим образом познакомимся с деятельностью микроорганизмов, обитающих в толстом кишечнике. Здесь обитают более 400-500 различных видов бактерий. Как утверждают ученые, в одном грамме испражнений в среднем находится 30-40 миллиардов. По данным Куанди, человек выделяет с фекалиями в сутки около 17 триллионов микробов. Напрашивается закономерный вопрос. Зачем их так много? Оказывается, нормальная микрофлора толстого кишечника не только участвует в конечном звене пищеварительных процессов и несет защитную функцию в кишке, но из пищевых волокон производит целый ряд важных витаминов, аминокислот, энзимов, гормонов и других питательных веществ. Отсюда видно, что деятельность микрофлоры дает нам существенную прибавку в нашем питании, делает его устойчивым и менее зависимым от окружающей среды. В условиях нормально функционирующего кишечника они способны подавлять и уничтожать самых различных болезнетворных и гнилостных микробов. Например, кишечные палочки синтезируют 9 различных витаминов. В1, В2, В6, Биотин, пантеоновую, никотиновую и фолиевую кислоты, В12 и витамин К. Они же и другие микробы обладают также ферментативной деятельностью, разлагая пищевые вещества по тому же типу, что и пищеварительные ферменты, синтезируют ацетилхолин, способствуют усвоению организмом железа. Продукты жизнедеятельности микробов оказывают регулирующее действие на вегетативную нервную систему, а также стимулируют нашу иммунную систему. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов необходима определенная обстановка, слабокислая среда и пищевые волокна. В большинстве же кишечников, обычно питающихся людей, условия в толстой кишке далеки от нужных. Гниющие каловые массы создают щелочную среду, а эта среда уже способствует росту болезнетворной микрофлоры. Как уже нам известно, кишечные палочки синтезируют витамины группы В, которые в частности выполняют роль технического надзора, предупреждая бесконтрольный рост тканей, поддерживая иммунитет, то есть осуществляя противораковую защиту. В 1982 году в газете «Правда» было опубликовано краткое сообщение о том, что в Латвийской академии наук открыта схема нарушения противораковой защиты. Оказывается, при гниении белка в толстом кишечнике образуется метан, который разрушает витамины группы В. Прав оказался доктор Герзон, заявив, что рак – это месть природы за неправильно съеденную пищу. В своей книге «Лечение рака» он говорит, что из 10 тысяч случаев рака «9999» является результатом отравления собственными каловыми массами и только один, а один случай действительно уже необратимых изменений организма дегенеративного характера. Образующиеся при гниении пищевых продуктов плесень способствуют развитию серьезной патологии в организме. Вот что по этому поводу говорил теоретик и практик по вопросам омоложения организма кандидат биологических наук Сурен Авакович Аракелян. Строительная газета 1 января 1985 года. В Матинадаране, знаменитом на весь мир хранилище древнеармянских рукописей, есть сочинение средневековых целителей, к примеру, Мхетара Гераци, где причиной опухолей признается плесень. Как известно, причина рака у человека, животных и птиц до сих пор не установлена, но известно, что кормление птиц сырым, пораженным плесенью картофелем, резко увеличивает число заболеваний птиц. Кстати, главная причина большинства сердечно-сосудистых заболеваний, на мой взгляд, отложение не холестерина, его гораздо меньше, чем думают, а плесени. Теперь обратимся непосредственно к высказываниям средневековых армянских врачей. Когда человек объедается, и не все продукты усваиваются при этом, то часть пищи гниет. А в развивающейся плесени прорастают семена, которые всасываются в кровь, разносятся по телу и начинают прорастать в наиболее благоприятных, то есть ослабленных местах организма. Это могут быть участки сосудов. Прорастая, споры дают продукты жизнедеятельности в виде белых воскоподобных веществ. Это они называли белым раком. По нашей терминологии склероз. Идет время, процесс затягивается, и неющие массы кишечника вызывают перерождение плесени, которое поражает уже суставы, то есть серый рак. По нашей терминологии артрит. Далее появляется депо, в которое откладываются переработанные продукты, переведенные человеком в ненужные в таком количестве. Депонированные части продуктов питания в виде переработки называются черным раком. По нашей терминологии, злокачественной опухолью, против которой защиты нет. Таким образом, здесь указана цепочка болезней, склероз, артрит и рак, которая имеет свое начало в толстом кишечнике. Произведя чистку толстого кишечника и печени, вы убедитесь в правоте вышеизложенного. Увидите вышедшую из вас плесень в виде черных и белых лоскутов. Внешним признаком образования плесени в организме и при рождении слизистых оболочек толстого кишечника, а также авитаминозом витамина А, будет образование черного налета на зубах. При наведении порядка в толстом кишечнике и достаточном снабжении организма витамином А или каротином, этот налет пропадает сам собой. Обычно питающийся человек почти всегда пребывает в состоянии авитаминоза витамина А. При этом медленно, но верно, происходит перерождение слизистой оболочки толстого кишечника. Нарушается процесс ее восстановления. Это одна из причин, почему именно в толстом кишечнике возникает калит в различных видах, полипы и бог весть какая дрянь. Однако все это можно восстановить, о чем будет сказано далее. Параграф 4. Теплообразование в толстом кишечнике. Теперь разберем еще одну, недавно открытую современной наукой, функцию толстого кишечника, но известную древним мудрецам. Толстый кишечник является своеобразной печью, которая обогревает не только все органы брюшной полости, но и посредством крови весь организм. Подслизистый слой кишечника является наибольшим вместилищем кровеносных сосудов и крови. Механизм действия печки таком. При реализации генетической программы развития любого организма в окружающую среду выделяется большое количество энергии. Так оказалось, что яйца курицы разогревают сами себя, а роль на сетке в том, чтобы поддерживать определенную температуру этого нагрева. Микроорганизмы, обитающие в толстом кишечнике, также при своем развитии выделяют энергию в виде теплоты, которая греет венозную кровь и прилежащие внутренние органы. Поэтому недаром столько микроорганизмов образуется в течение суток. 17 триллионов. Можете посмотреть рисунок 4 «Толстый кишечник как обогреватель крови». Обратимся опять к рисункам 2 и 4. Природа расположила толстый кишечник таким образом недаром. Именно такая конфигурация и расположение его способствуют наилучшему обогреву брюшных органов, крови и лимфы. Жировая ткань, окружающая кишечник, служит своеобразной тепловой изоляцией, предотвращающей потерю теплоты через переднюю стенку живота и бока. Сзади спина с мощными мышцами, а снизу кости таза служат опорой и каркасом этой печки, направляя теплоту вместе с током крови и лимфы вверх. Возможно, это одна из причин, способствующая тому, что вертикальное расположение туловища более теплосберегающее и вызывает меньшие потери теплоты в виде теплового излучения, которое направлено вверх, чем горизонтальное. А также лучше способствует циркуляции крови, лимфы и энергии по энергетическим каналам, принятым в традиционной китайской медицине, которые движутся снизу вверх и наоборот. Все очень мудро, экономно и ладно создано. Параграф 5. Энергообразующая функция толстого кишечника. Вокруг любого живого существа образуется свечение аура, которое говорит о наличии в организме плазменного состояния вещества биоплазмы. Микробы также имеют вокруг себя свечение, биоплазму, которое заряжает воду и электролиты, всасывающиеся в толстом кишечнике. А электролиты, как известно, один из лучших аккумуляторов и переносчиков энергии. Эти энергонасыщенные электролиты вместе с током крови и лимфы разносятся по всему организму и отдают свой высокий потенциал энергии всем клеточкам тела, постоянно подзаряжая их. А также подзаряжая собственное плазменное тело организма через систему китайских каналов. Об этом знали давным-давно в Древней Индии, Китае, Японии и Тибете. Область живота вокруг пупка они называли печь хара, набхипадма, лотос пупка и так далее. Эта область соответствует элементу огонь и силам трансформации как в физическом, так и в психическом смысле. Пищеварение, усвоение, превращение неорганических веществ в органические, а также трансформация органических веществ в психические энергии. Освещая только физический смысл этой области, из вышеизложенного нам становится ясно, почему древние мудрецы называли это печью, откуда берется здесь элемент огонь, как происходит трансформация органических веществ в психические энергии, биоплазму. В том, что теплообразующее и энергообразующее функции толстого кишечника вносят в энергетику организма существенный вклад, можно убедиться на практике. Отключим толстый кишечник голоданием. Микрофлора перестает выполнять свои функции. Печка гаснет, и мы ощущаем, что нам холодно. Расслабленно ходим, теряем силы. Если голодание, по утверждению многих авторитетов, полноценное питание за счет внутренних резервов, почему снижается температура тела и живость? Ведь главный энергетический цикл трикарбоновых кислот, так называемый цикл Крепса, имеется как при голодании, так и при пищевом режиме. Отсюда при голодании, то есть питании внутренними резервами, происходило бы только съедание самого себя без потери температуры тела и утраты тонуса, пока есть, что можно съедать. Но на практике этого нет. Вероятно, такая форма существования хозяина и микроорганизмов, как одного организма, более энергонезависимо, экономно и устойчиво, чем организм без микрофлоры. Отсюда становится ясным, почему при пищевом рационе в тысячу калорий, но содержащем живые растительные продукты, фрукты, овощи, проросшее зерно, орехи, каши, люди гораздо лучше себя чувствуют и выносливее, чем съедая 3000 и более калорий в день мертвой вареной пищи, которая не дает питания для микрофлоры, а лишь перегружает выделительные системы, дополнительно забирая энергию на их обезвреживание и удаление. Вот почему современные люди зябнут, хотя и носят теплые вещи, а также быстро утомляются как от физической, так и умственной работы. Параграф 6. Стимулирующая система толстого кишечника. Наш организм имеет особые системы, которые стимулируются разнообразными воздействиями внешней среды. Например, посредством механического раздражения на подошве стопы стимулируются все жизненно важные органы. Посредством звуковых колебаний стимулируются особые зоны наушной раковины, также связанные со всем организмом. Световые раздражения через радужную оболочку глаза также стимулируют весь организм. И по радужной оболочке ведется диагностика. На коже также находятся определенные участки, которые связаны с внутренними органами, так называемые зоны Захарии Нагеда и так далее. Так вот, толстый кишечник также имеет особую систему, посредством которой стимулируется весь организм. Посмотрите на рисунок 5 из книги Куринова «Русский народный лечебник». Каждый участок толстого кишечника стимулирует определенный орган. Стимуляция эта осуществляется так. Дивертикул заполняется отработанной пищевой кашицей, в которой начинают бурно размножаться микроорганизмы, выделяя энергию в виде биоплазмы, которые воздействуют стимулирующие на этот участок, а через него на орган, связанный с этим участком. Конечно, это вопрос спорный, но тем не менее стоит задуматься. Рисунок 5 – стимулирующая система толстого кишечника. А вот рисунок 6 – образование накипи и болезни. Заштриховано – это накипь. Если данный участок забит накипью, каловыми камнями, то стимуляции нет, и начинается потихоньку угасание функций данного органа, а также развитие специфической патологии. Как показывает практика, особенно сильно накипь образуется в местах сгибов толстого кишечника, где продвижение каловых масс замедляется. Так на рисунке 6 показана накипь и наиболее частые болезни. Так место перехода тонкого кишечника в толстый питает слизистую носоглотки, восходящий изгиб, щитовидную железу, печень, почки, желчный пузырь, нисходящий изгиб, бронхи, селезенку, поджелудочную железу, изгибы с игмовидной кишки, яичники, мочевой пузырь, половые органы. Стимулирующая система толстого кишечника указывает на необыкновенную избирательность природы, ее умение использовать все с максимальной пользой при минимуме затрат. Система очищения организма и толстый кишечник. Существуют тысячи болезней, но здоровье только одно. Так вот, мы подошли к еще одному важному вопросу, разобравшись с которым поймем простую истину. Все болезни к нам приходят через рот. Наш организм обладает мощной и многоступенчатой системой очищения организма. Рисунок 7. Система очищения организма и толстый кишечник. Во-первых, в толстом кишечнике обезвреживаются и выводятся токсины и ненужные питательные вещества. Далее пойдем по ходу крови от толстого кишечника. Следующая очистительная ступень – печень. Здесь происходит обезвреживание всего того, что принесла кровь от кишечника. Печень их может сбрасывать через желчный проток кишечник и далее через кишечник обычным путем. Но может и капсулировать в своих желчных проходах и оставлять на всю жизнь. Здесь также образуются парные соединения. К токсинам присоединяется определенное вещество, с которым они легко сбрасываются через последующую ступень почки. Почкам помогает соединительная ткань организма. Это связки, сухожилия, стенки сосудов. И вообще, те клетки организма, которые служат каркасом и на которые крепятся рабочие клетки. Так вот, соединительная ткань вбирает в себя различную дрянь, чтобы кровяное русло было чистым. Когда же предоставляется возможность, то не отдают то, что упитали обратно в кровь, и это выводится через почки наружу. О том, сколько может вбирать в себя соединительная ткань, иллюстрирует случай, рассказанный Юрием Андреевым, петербургским целителем. И вот приходит мамаша и говорит, что ее врачи обещали уже через неделю смертельный исход. Плачет. Дочка Бутончик. 17 лет. Красотулечка. Нельзя ли что-нибудь сделать? Но все равно уже деваться некуда, и мы пошли своим путем. Почистили печень. Об этом речь у нас впереди. Начали общую чистку организма с голодания. И вот эта грация, эта юная красавица, этот бутончик 63 килограмма весу, прошла через 28-дневное голодание. Она получала только воду и клизмы. Каждый день два клистера. И ежедневно из нее выходило фантастическое количество дерьма. В итоге она похудела до 40 кг. И это были 23 кг дерьма, которое находилось внутри нее, внутри клеток ее организма. От себя добавлю, внутри клеток соединительной ткани, через которые питаются все остальные рабочие клетки. Жировая ткань также является своеобразным отстойником шлаков. Так как обмен веществ там очень мал, они надежно там залегают. Прочтите вновь высказывание Надежды Семеновой по этому поводу. Далее, если все эти ступени под завязку забиты, а также если кушается много крахмалистой и жирной пищи, которая вышеописанными органами не выводится, включается ступень сброса шлаков через полые органы, имеющие выход наружу. Первая в работу включается носоглотка. Через нее крахмалистые, жирные и прочие слизистые шлаки выбрасываются вон в виде слизи. Отсюда все наши постоянные отхаркивания, сморкания. Если происходит перегрузка и этого очистительного канала, то включаются дополнительные гайморовые пазухи, слуховые проходы в ушах, у женщин влагалище, появляются белые и другие выделения, часто закисают глаза. И наконец, когда и этого становится недостаточно, или по какой-то другой причине вышеупомянутые каналы закрыты, включаются две последние ступени – легкие и кожа. О том, что в толстом кишечнике идет гниение и другие ненормальные явления с образованием вредных газов, можно судить по тяжелому зловонному запаху, идущему изо рта при дыхании. Многие страдаются и избавятся от этого запаха, чистят зубы, полощут рот, прыскают дезодорантом, а он как был, так и есть. Помните, тяжелое дыхание – лишь следствие, а причина в противоположном конце. Очистите толстый кишечник, и запах пройдет сам собой. Наконец, слизь образуется в самих легких. Эти крахмалистые и другие выделения в виде слизи являются прекрасным кормом для болезнетворных микроорганизмов. Эти микроорганизмы, попадая с воздуха в легкие, находят здесь идеальные условия для своего размножения – тепло, влагу и корм. И вот продукты переработки микроорганизмами, слизи уже в виде гноя, вытекают через бронхи и носоглотку. От токсического содержания гноя раздражается и воспаляется слизистая оболочка легких носоглотки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таков же механизм возникновения эрозии влагалища, воспаления среднего и внутреннего уха. Кожа сигнализирует о перегрузке организма шлаками, дурными запахами, сыпью, угрями, прыщами и разного рода экземами и прочими такими шелушениями. В связи с этим надо отметить, что в зависимости от предпочитаемого питания, например, мясного, воняют ноги. От крахмалистого с сахаром и жирами, прыщи, угри, причем локализация их на теле самая различная, лицо, спина, грудь, ягодицы, ноги, плечи. И вообще от неправильного сочетания продуктов питания, помимо вышеуказанных явлений, могут возникать чирьи и фурункулы. Пивные дрожжи, применяемые при фурункулезе, способствуют лучшему перевариванию и усвоению пищи, благодаря большому содержанию в них витаминов группы В. Это позволяет сам вначале ликвидировать процесс неправильного и неполноценного усвоения пищи. И нет той гнили, которая выделяется в виде гноя через фурункулы. Дрожжи также нормализуют pH среды в толстом кишечнике. Именно эти два механизма, помимо ударного воздействия витаминов группы В, лежат в основе исцеляющего действия пивных дрожжей. Понижение теплотворной функции толстого кишечника, засорение организма шлаками, приводит к тому, что где-нибудь скапливается слизь. Например, в грудных железах у женщин. Во-первых, там понижен обмен веществ по сравнению с остальным организмом. Во-вторых, принятие холодной пищи и особенно различных прохладительных напитков, которые резко охлаждают эту область, вызывает затвердение жировой и крахмалистой слизи, которая именуется киста. От сидячего образа жизни, сидячей работы, резко тормозится кровообращение в малом тазу, появляется застой крови. Это является другой причиной, почему именно здесь накапливается слизь. У мужчин вокруг предстательной железы, а у женщин в яичниках. Наиболее вредными продуктами, вызывающими кисту груди и яичников, опухоль предстательной железы, является мороженое. Замороженные, замороженные сливки, сметана, холодное жирное молоко. Если их употреблять часто, то, как говорит Микио Куши, это специалист по макробиотике, вы обязательно будете иметь кисту. Далее в этой кисти прорастают споры плесени, как на питательном участке, и начинается рак, дающий метастазы. Мы сами его кормим, лелеем, а потом удивляемся, отчего все это. Если первая цепочка патологии, склероз, артрит, рак, идет от грязного толстого кишечника, то и вторая, перегруз выделительных систем, залежи, слизи, увядание защитных сил организма рак также идет из грязного толстого кишечника. В заключении приведу выдержку из книги «Искусство вылечить самого себя природными средствами». Доктор Паше пишет, «Я установил, что у женщин, заболевших раком груди, в 9 случаях из 10 наблюдалась задержка в работе кишечника. Если бы за 10-15 лет до этого была проводена соответствующая профилактическая работа, то они не получили бы ни опухолей груди, ни рака, какого бы то ни было вида». Дальнейшие перечисления и развитие патологии, идущие из грязного толстого кишечника, не имеет смысла, да и не нужно. Ясно главное. Нужно иметь здоровый и чистый толстый кишечник. Очистка и восстановление функции толстого кишечника. Прежде чем приступить к описанию восстановления толстого кишечника, кратко суммируем для большей ясности, что нам надо восстановить и от чего происходит разлад. Первое. Восстановить чистоту толстого кишечника и нормализовать PH среды, слабокислую толстого кишечника. Это позволит ликвидировать главный очаг загрязнения организма, а также разгрузит системы очистки. Загрязняется от неправильного сочетания пищевых продуктов, вареной и рафинированной пищи, неправильного приема жидкости и неестественных напитков. Пища, вызывающая запоры и сильно закрепляющая все виды мяса, шоколад, какао, сласти, белый сахар, коровье молоко, яйца, белый хлеб, пирожные и торты. Потребление пищи в 2-3 и более раз, а пошаталовой в 10 раз, чем необходимо. Второе. Восстановить перистальтику и кишечные стенки. Это позволит полноценно выполнять толстому кишечнику свои вышеперечисленные функции, которые нарушаются от растягивания стенок кишечника каловыми камнями, образования накипи, токсическими продуктами, от всей этой грязи, недостатка необходимого естественного питания. А витаминоз витамина А, волевое подавление позывов на стул, использование слабительных. Третье. Восстановить микрофлору толстого кишечника, что приведет, А, к полноценному питанию за счет дополнительных питательных веществ и витаминов, синтезируемых микробами. Б, наладится теплотворная и энергообразующая функции толстого кишечника, что приведет к нормализации обогрева всего организма и возрастанию мощности биоплазменного тела организма. В, произойдет нормализация стимулирующей системы толстого кишечника, что сделает более жизнеспособным наш организм. Г, нормализуется и возрастает мощь иммунной системы организма. Дисбактериоз возникает от вареной, смешанной, рафинированной, лишенной пищевых волокон пищи. Употребление лекарств, особенно антибиотиков, унитает и извращает нашу микрофлору. Подготовка организма к очищению. Прежде чем приступать к очищению, это касается любого его вида, надо провести предварительную подготовку, которая заключается в смягчении организма. Это является первым и наиглавнейшим делом, от эффективности которого зависит успех очистительных процедур. Суть смягчения заключается в следующем. Это предварительная подготовка, позволяющая струнуть и подвести к органам выделения шлаки, токсины, где бы они не залегали. Задача самой очистительной процедуры лишь выбросить вон то, что подошло и скопилось в выделительных органах. Это надо просто понимать, от чего зависит эффективность очищения организма. Смягчение организма можно производить по-разному. Кому что подходит. Главная задача смягчения – расслабить, прогреть и напитать влагой организм. Этого можно достигнуть, посещая влажную парную, сухую сауну или принимать горячую ванну. Обезвоженным, сухощавым людям больше подойдет горячая ванна, тучным – сухая сауна, а всем остальным – влажная парная. Старикам больше подойдет горячая ванна, молодым – влажная парная. Длительность одной такой процедуры от 5 до 25 минут. С обязательным окончанием ее кратким на буквально 5-10 секунд прохладным или холодовым воздействием в виде обливания. Главное, что вы должны почувствовать после смягчающей процедуры – это расслабленное, прогретое тело. Таких процедур необходимо принять от 3 до 5, а то и побольше. Все зависит от степени загрязнения организма и качества выводимых шлаков. Принимать их надо одну в день или через день в зависимости от возможностей и индивидуальной переносимости тепла, а также наличия жизненных сил организма. Очень хорошо способствует смягчению организма прием по утрам натощак, 20 граммов топленого масла, а также небольшой масляной массаж всего тела утром, а затем ополаскивание теплой водой или душ. Но помните, лицам тучным с жирной кожей и переизбытком слизи это не подходит. Им подойдет небольшой бег, прогулки пешие, которые прогревают весь организм и усиливают циркуляцию и отделение шлаков через кожу. Очищение с помощью клизм. После того, как вы смягчили свой организм тремя-пятью процедурами, можно переходить к очищению толстого кишечника. В США врачи-натуропаты имеют так называемый колоник машины для промывания толстой кишки. По учению натуропатов, всякое лечение должно начинаться с рентгеновского снимка толстого кишечника и промывания его этой машиной. Мы с вами возьмем самый легкий и доступный метод очищения и нормализации ПАЖ среди толстого кишечника – клизмы по методу доктора Уокера. В 2 литра теплой кипяченой воды добавить столовую ложку лимонного сока. Сок пол-лимона как раз будет соответствовать одной столовой ложке. Если нет лимона, то можно его заменить на 4-6% яблочный уксус. Залить все это в кружку эсмарха. Повесить на высоту 1,5 метра. Наконечник с трубки снять. Смазать его растительным маслом. Принять положение коленно-локтевое. Таз находится выше плеч. Трубку постараться ввести в толстый кишечник как можно глубже. На 25, а то 50 сантиметров. Но, как правило, в начале и 5-10 сантиметров будет вполне достаточно. Дышать ртом. Живот расслаблен. Процедуру желательно проводить после акта опорожнения кишечника или же вечером после работы, перед сном. Как удобно. Первая неделя ежедневно. Вторая неделя через день. Третья неделя через два дня. Четвертая неделя через три дня. И пятая неделя раз в неделю. Данный цикл клизм в течение первого года желательно провести 4 раза. В дальнейшем этот цикл желательно применять раз в год. Лучше всего весной. В указанной процедуре очистки толстого кишечника вода является механическим очистителем, а лимонный сок или яблочный уксус нормализует ПАЖ внутренней среды толстого кишечника. Ведь, как уже говорилось, гнилостные и бродильные процессы возможны только в слабой щелочной среде. А в норме здесь должна быть слабокислая среда, что и достигается. К тому же лимонная кислота антиоксидант, противоокислитель и не допускает образования плесени в толстом кишечнике. А та, которая имеется, выйдет в виде темных, напоминающих тряпки лохмотьев. К тому же яблочный уксус обладает сильным антисептическим действием. У некоторых людей может возникнуть вопрос. Неужели этого цикла промывания толстого кишечника недостаточно? Обратимся к трём китам здоровья Юрия Андреева. Я хочу вам сказать, что мне приходилось по три недели голодать. И ещё на третьей неделе, извините за натуризм, выходили твёрдые, как камень образования. Где они там засели? В каких складках кишечника? Но тем не менее, они там были. Вот насколько прочно это в нас сидит. Уриновые клизмы. Согласно древним медицинским источникам Аюрведы, Джудши, клизмы помогают избавиться от 80% болезни человеческого организма. Поэтому отнеситесь к этой процедуре со всей серьёзностью. Автор опробовал множество различных вариантов клизм. Состав, дозировка, периодичность и так далее. В результате этого опыта сложился свой собственный подход. И как показала практика, он оказался наиболее эффективным и всего известного на эту тему. Чтобы полностью понять все тонкости досконально, разберём процедуру клизмения. В качестве основы берётся вода, которая механически вымывает содержимое толстой кишки. Но прикипевшим к стенке каловым камням этого недостаточно. Обычно к воде добавляют лимонный сок или раствор лимонной кислоты, яблочный уксус, слабый раствор марганцовки или другие антисептики и трава, ромашку, чистотел и так далее. Эти вещества отчасти нормализуют кислую среду в толстом кишечнике, тотальным образом действуют на весь спектр микрофлоры, выкашивая нужные и ненужные микроорганизмы. А отчасти даже неблагоприятно действуют и на слизистую оболочку. Например, чистотел её здорово подсушивает. Как нам быть? Первое. Искать такое вещество, которое позволило бы отрывать накид. Второе. Ингредиенты должны нормализовать PH внутренней среды, а также избирательно угнетать патогенную микрофлору, не затрагивая нужную. И третье. Они не должны раздражать слизистую оболочку кишечника. Такое идеальное вещество имеется в природе, и более того, его вырабатывает сам организм. Это, собственно, урина, то есть моча человека. Она идеально подходит по всем абсолютно параметрам, потому что она вырабатывается из крови человека. Первое. Моча не только промывает толстый кишечник, но за счёт большей концентрации солей, чем в плазме крови, разница может достигать в 150 раз. Она за счёт осмоса насасывает воду из стенок толстого кишечника и даже окружающего пространства вокруг неё. Это приводит не только к отквашиванию, но и отрыву накопи, каловых камней и слизи из брюшной полости. Второе. Урина имеет PH кислой среды, причём в той концентрации, которая наиболее благоприятна самому организму. Поэтому отсутствует опасность передозировки, ведь одному она требуется несколько больше, чем другому. Ввиду того, что это продукт самого организма, то она избирательно угнетает всё болезнетворное в организме, не трогая нужное. Таким образом, полноценно и безопасно восстанавливается нужная среда и микрофлора толстого кишечника. У многих животных, например птиц, мочи отделения и кало отделения совмещены. Пусть это не смущает вас. Урина, тем более собственно, не может ничего раздражать в организме. Наоборот, она снимает раздражение и лечит его. В урине вода структурирована самим организмом. В ней имеются собственные антисептики, гормоны, витамины и белковые вещества, которые являются лучшими восстановителями слизистой оболочки любого отдела организма. Мочу для клизмы можно использовать как собственную, что лучше будет, так и от здоровых людей, особенно однополых детей. Однако, автор и эту процедуру улучшил так, что её эффект многократно увеличился. Для этого необходимо собрать урина от любых людей, желательно домочаться, чтобы получилось 2 литра. Налить её в эмалированную посуду и без крышки. Кипятить её до тех пор, упаривать вернее, пока не останется 500 граммов. В итоге вы получите уникальное вещество, которое на целый порядок, причём в лучшую сторону, отличается от жидких сред нашего организма. Остудите её и в тёплом виде сделайте клизмы. Если вы раньше делали клизмы, прошли их несколько курсов, то после этой одной у вас может сложиться мнение, что вы вообще ничего до этого не делали. Ибо столько добра может выйти, о котором вы и не подозревали. Вы ощутите необычайную мощь этого состава. Почему эта клизма так действует? Это могучее действие объясняется несколькими факторами. Первое. Сама вода становится совершенно другой. Она приобретает суперструктуру. Остаются самые устойчивые, жаропрочные, жидкие кристаллы, которые по исследованиям учёных делают наш организм невероятно устойчивым ко всем видам неблагоприятных воздействий. Второе. Концентрация солей в такой урине может возрастать в 600 раз. Это необыкновенная сила, которая не только насасывает воду из организма, но и за счёт сильнейшего горького вкуса отрывает полипы толстого кишечника с многообразием другой патологии. Сильнейшим образом стимулируется стенка. Перистальтика появляется сама собой. С одного-двух раз от такой клизмы выводятся глисты и прочая живность, но при этом нужная микрофлора не задевается. Третье. Хотя от термической обработки в такой урине разрушаются все органические вещества, но зато образуются новые неорганические, небелковые, которые многократно сильнее гормонов, витаминов и прочего во много раз. В результате от таких клизм ещё быстрее нормализуются PH и микрофлора. Восстанавливается не только слизистая, но и перистальтика. Излечивается геморрой, полипоз, колит, парапроктит. Но и это ещё не всё. Ввиду высокой насасывающей способности, в толстый кишечник поступает жидкость из всей брюшной полости, увлекая за собой слизь. В результате вы освобождаетесь от патологической слизи, от которой можно освободиться, только используя большие сроки голодания, которая засела в почках, поджелудочной железе, в стенках мочевого пузыря, в половых органах и так далее, и угнетает их жизненную активность. Освобождаясь от слизи, все эти органы вновь возрождаются. Вы сами в этом убедитесь. Укрепляются мышцы паховой области, которые ослабляются и трещат от ослизнения. Я считаю это одним из главных факторов образования грыжи. Разгружаются все выделительные системы, особенно носоглотка. Множество людей прошли через эти клизмы и убедились в их высочайшей эффективности. Предостережения здесь небольшие, но их надо знать. Первое. При сильном поражении слизистой оболочки толстого кишечника, например, язвенном колите, упаренная урина вначале будет вызывать боль как от ожога. Потерпите, либо сделайте предварительно клизму с обычной уриной. Боль указывает на то, что все ненужное отторгается, а пораженное место залечивается. Вскоре образуется новая здоровая ткань, и вы ничего больше не почувствуете. Особо подчеркну, не обязательно сразу начинать с упаривания до 1,4 первоначального объема урины. Вначале лучше начать с обычной, затем упарьте ее до 1,2, и только потом до 1,4 первоначального объема. Дальше упаривать не надо, ибо структура воды из наиболее энергетической шестигранной призмы преобразуется в обычное мыло, и эффект пропадает. Второе. Возможно сильнейший ответ на реакции организма на повышенную энергетику, которую несет такая клизма. От обилия энергии ваш организм первое время может переворачиваться, и вы почувствуете себя очень плохо. Клизмы выравнивают перекос в энергетике организма, и у кого он наибольший, получаются и наибольшие ответные реакции. Но постепенно все придет в норму. Теперь, зная эти особенности, приступим к описанию самой процедуры. Если будете делать клизму с собственной уриной, я рекомендую вам начать именно с нее, берите 1 литр. Если с упаренной до 1,4, то начинайте со 100-150 граммов, и постепенно доведите до 500. Но если вы брезгливы, то просто подсаливайте в воду, добавляя в 1 литр воды 2 столовые ложки поваренной соли. В первом случае, когда используется обычная урина, применяйте кружку эсмарха. Во втором, упаренная до 1,4 первоначального объема, обычную спринцовку, режимовую грошу на 100-150 мг. Технология использования кружки эсмарха следующая. Наливайте в кружку урину и подвешивайте на высоту не более полутора метров над уровнем пола. Наконечник с трубки снимайте и смазывайте трубку маслом или вазелином. Пережимайте трубку, чтобы жидкость не вытекала. Если есть краник, то закройте его. Примите колено-локтевую позу, таз должен быть выше плеч. Введите трубку в ванну с на глубину 25-50 см. Далее отпустите пережим и постепенно упускайте жидкость в толстый кишечник. Предостережение. Если толстый кишечник имеет патологические перетяжки или сильно забит каловыми камнями, то жидкость при быстром поступлении может выливаться обратно или распирать ту маленькую полость, которая имеется до закупорки, вызывая болевые ощущения. Поэтому, чтобы этого не было, контролируйте вливание. Вовремя пережимайте трубку пальцами. По мере прохождения жидкости через затор увеличивайте просвет. При этом дышите медленно, плавно и глубоко животом, выпячивая его на вдохе и подтягивая на выдохе. Все это позволит вам избежать различных осложнений и неприятностей. Когда толстый кишечник будет очищен, то 2 литра жидкости вливаются в него за 30-40 секунд легко и свободно. После того, как жидкость вошла, лягте на спину и приподнимите таз. Гораздо лучше, если вы выполните стойку на плечах сарвангасану или заведете ноги за голову осаноплух. В таком положении побудьте 30-60 секунд. Можно дополнительно повтягивать живот. За счет этого жидкость через нисходящий отдел обудочной кишки проникает в поперечную. Далее вы потихоньку ложитесь на спину и переворачиваетесь на правый бок. Жидкость из поперечного отдела толстого кишечника попадает в труднодоступный восходящий отдел и далее в слепую кишку. Именно такая техника позволяет равноценно промывать полностью весь толстый кишечник. Соблюдайте эти нюансы. Они выверены практикой. В противном случае вы отмоете и здоровите только часть толстого кишечника, оставив патологию, рассадник будущих болезней в самом его начале, в слепой кишке. Процедуры желательно проводить после опорожнения толстого кишечника в любое удобное время, но древние целители советуют при заходе солнца сколько держать клизму. Древние целители советуют от захода солнца до первых сумерек. На мой взгляд, спокойно полежите на спине или правом боку от 5 до 15 минут, если не будет сильных позывов. Затем можете подняться и походить. Дождавшись позыва, идите в туалет. Но преимущество уриновых клизм в том, что они сами держатся внутри организма ровно столько, сколько нужно. В начале позывы от них бывают быстрые и сильные, а далее чем чище становится толстый кишечник, тем длительные. Поэтому не волнуйтесь, организм сам знает, когда ее выпускать, ведь все осуществляется при его величайшем контроле. Цикл уриновых клизм следующий. Собственной уриной, либо уриной молодого здорового человека, или что лучше детей, однолитровые ежедневно в течение недели. Вторую неделю делайте их через день, третью через два дня, четвертую через три дня, и пятую раз в неделю. Далее можете их продолжать раз в одну-две недели. Этот цикл повторяйте два-три раза в году в дни весеннего и осеннего равноденствия. А также, особенно в теплом виде, в январе-феврале, с упаренной уриной цикл выглядит так. Начинайте со 100 граммов, и через день увеличивайте дозу еще на 100 граммов. Так дойдете до 500 граммов за один раз. Сделайте таких 2-4 клизмы. А затем через день начинайте уменьшать дозу на 100 граммов, пока не дойдете до прежних 100 граммов. Далее можете делать по 100-150 граммовую микроклизму раз в одну-две недели. Повторите этот цикл так же, как и предыдущий, в те же сроки. Если появятся осложнения, то дозировку не увеличивайте, а сделайте несколько клизм с той же дозировкой, а затем начните уменьшение. В следующем цикле у вас все будет нормально. Теперь несколько наглядных примеров применения уриновых клизм. Полипы в толстом кишечнике. Автор сам страдал ими. Перепробовал массу клизм, в том числе и с чистотелом. У некоторых людей он сильно иссушает слизистую толстого кишечника, что приводит к обострениям. Но эффект был нулевым. После первых 2-3 микроклизм, с упаренной до 1,4 уриной, самопроизвольно начали выходить полипы. Никаких неприятных ощущений при этом не наблюдалось. Об этом же мне рассказали и другие люди, проделавшие такие клизмы. Хронический парапроктит. У моего близкого знакомого был этот недух. Ему ранее была сделана операция, но через некоторое время возник рецидив. В промежности образовался нарыв величиной скула, и предстояла новая операция. Автор посоветовал делать 2 раза в день микроклизмочки по 100-150 граммов, из упаренной до 1,4 урины, и постоянно держать из нее же компресс на промежности. Через 2 недели все прошло. Попутно исчез и хронический геморрой. Знакомый вспоминает, что первые микроклизмы вызывали сильное сжение в трещине и глубине нарыва. Но после того, как они вытащили гной, все быстро прошло. Операции и прочее лечение отпали сами собой. Вот уже год, как нет никаких рецидивов. Запоры, глисты, потери аппетита и головные боли. Ко мне с благодарностью пришел 70-летний мужчина, образование высшее военное, и рассказал, что он страдал вышеуказанными болезнями. После прочтения моей работы по уринотерапии, он сделал 2-3 микроклизмочки, из упаренной до 1,4 урины. То, что начало происходить с ним, его крайне удивило. Буквально сразу из него вышло несколько крупных глистов в виде солитера, сгустки медузообразной слизи. После этого кишечник заработал самостоятельно, появился аппетит, пропала головная боль, которой он мучился много лет. Об излечении от запоров и глистов автору рассказали и другие люди. Избавление от слизи в области живота. Автор убедился в этом на самом себе. Исчезло предгрыжевое состояние, резив паху при резком отрыве 10-20 кг от пола. Значительно повысилась чувствительность во время полового акта и вообще усилилась половая функция. Перестала выделяться слизь из носовой полости, исчез хронический колит. Это же самое подтверждает и мои последователи. Можно и далее приводить примеры удивительного действия уриновых клизм. Особенно хорошо лечатся женские заболевания. Но и этого достаточно, чтобы убедиться в величайшей их эффективности. Но если они вас по каким-либо соображениям не устраивают, можете использовать малоэффективные обычные с поваренной солью, с лимонной кислотой, 1 чайная ложка кислоты на 2 литра воды, с яблочным уксусом 4-6%, 2-3 столовые ложки на 2 литра воды и так далее, проводя их по схеме у окера. Улучшить подобные клизмы можно, если применять подогретую до 38-40 градусов Цельсия талую амагниченную воду. Напомню, особо напоминаю, не используйте хлорированную воду из-под крана. Клизмы с такой водой могут привести к дисбактериозу и расстройству пищеварения. Они очень вредны для нашей микрофлоры. Делайте воду для клизм специально. Обычную воду прокипятите, а потом уже остудите и используйте. Теперь поговорим об интересном и весьма нужном виде клизм, которые рекомендуют Аюрведа и Джудши. Автор опробовал их на себе, сделали их и другие люди и остались очень довольны. Особенно рекомендуются эти клизмы тем, у кого организм плохо держит воду, то есть склонен к обезвоживанию и склонен к замерзанию. Постоянно мерзнут руки и ноги. Подобное выражено у лиц хрупкого телосложения с сухой, шелушайшейся кожей и постоянно мерзнущих. Особенно эти клизмы помогают в холодное сухое время года, которое сильно угнетает этих людей. Внешние симптомы обезвоживания и охлаждения организма, согласно Аюрведе, это вышел из равновесия жизненный принцип ветра, так называемая Доша ветра, выражается в следующем. Сильное козообразование, запоры или овечий кал, боли в пояснице, крестце, тазобедренных суставах, долгие месячные, истощение семени, сухость и шелушение кожи, зябкость, упадок сил, похудание. Если такие симптомы у вас налицо, особенно в холодное сухое время года, то применяя следующие микроклизмочки, ежедневно или через день, постепенно избавитесь от них. Выполняются они следующим образом. Берется 100 граммов обычного молока, в него кладут 20 граммов топленого масла. Все это подогревает, чтобы масло растопилось и в теплом виде посредством 100 граммовой шприцовки вводят в анус. Проделывают эту процедуру желательно на заходе солнца. Затем полежите. Как правило, организм сам держит этот состав столько, сколько ему нужно. В результате этой процедуры субстанция, которая находится на квантовом уровне, вызвавшая в организме сухость и холод, поглощается и нейтрализуется. Сухость и жесткость нейтрализуются влагой молока и смягчаются маслом, а холод теплотой, который имеется в молоке и появилась добавочно при его скисании. Как правило, после 3-4 таких микроклизмочек, стул становится мягким, легким и колбасообразным. Вы можете опробовать несколько составов и подобрать наиболее подходящие для себя. Полные люди должны помнить, что подобные клизмы могут увеличить в их организме слизь, поэтому должны применять их с оглядкой. Первый состав – молоко 100 граммов, топленое масло 20 граммов. От запоров, овечего кала, газообразования, нормализуется и микрофлора, и сушение, и обезвоживание организма. Второй состав – основа как у первого, молоко и топленое масло, плюс щепотка имбиря или перца, черного или красного. Этот состав помогает от того же, что и первый, но дополнительно подавляет слизь в организме, поэтому его можно рекомендовать полным людям. Третий состав – основа как у первого состава, плюс половина чайной ложки, это примерно 5 граммов поваренной соли. Это усиливает действие первого состава. Четвертый состав – основа как у первого состава, плюс 1 вторая или 1 столовая ложка сильного отвара полыни, или пол чайной ложки сока чеснока. Это весьма помогает при желчных расстройствах. В качестве заменителя молока или его разбавителя, 50 граммов на 50 граммов, можно воспользоваться отваром мяса, особенно баранины или кости. Все эти частности по-своему воздействуют на организм, смягчая, уменьшая слизь или желчь. Кстати, йоги для очищения толстого кишечника используют множество различных процедур, которые они называют басти. Введя трубку прямо в кишку и стоя до пупка в воде, нагнувшись слегка вперед, ладонями упершись в колени, они стягивают область заднего прохода, поднимая при этом диафрагму как можно выше. Упражнение делается на выдохе. Вода при этом входит в толстый кишечник. А если припомнить, что вода ганга содержит много серебра, то становится ясно целебное действие этой процедуры. При натуживании они изгоняют воду обратно, а могут задерживать, выполнить ряд движений животом на уле и выпустить в воду. Такая процедура повторяется несколько раз и делается ежедневно. При этом, как они утверждают, болезни селезенки, водянка, все болезни дыхательные и флигмы уничтожаются силой этого упражнения. Успокаиваются элементы тела, улучшаются умственные способности и пищеварение. Интересно рассказывается о применении клизм в классическом тибетском трактате по медицине джудши. Расскажу о клизме, жамрцы, так она называется. Показания Противопоказания Состав Способы назначения Польза и предупреждения вреда Показания Вздутие живота Скраны от ветра Понос пищи Истощение семени Долгие месячные Холод в тонкой и толстой кишке Поясницы и почках Упадок сил Глисты в нижней части тела И болезни от ветра Противопоказания Дму Ор Отсутствие аппетита Болезни от ядов Жар печени Жар толстой и тонкой кишки Ожирение Несварение И распространение слизи Состав Смягчающий Пропитывающий Смягчающий Промывающий Катуются соответственно Для ветра В чистом виде И его сочетании С желчью или слизью Первый состав Смесь баранины Ячьего молока Масла Костуса Кедра Перца длинного Нашатыря И мираболана Хибула Смягчающий Пропитывающий Второй Отвар из мяса Животных И воды В данном случае Что это означает Это рыбы Лягушки И головастики Значит Отвар из мяса Животных И воды Это Молока Масло С добавкой Молочая Аденохлара Смягчающий Пропитывающий Третий Отвар из мяса Животных Суши Козье молоко И масло Топленое С добавкой Сизбани Пропитывающий Промывающий Первое Средство Для Жамурцы Это масло Второе Мясной отвар Третий Молоко Спутник Мяса Молоко Спутник Молока Масло При ветре Проводником Будут Ферула И красная Соль При сочетании Ветра Со слизью Имбирь И перец Длинный При желчи Сафора И горячавка Крупноцветная При скранах Нашатырь При глистах Прутняк При вздутии Желудка И толстой кишки Костус Способ назначения При горшню Горсть Или полгорсти Состава Нагреть До температуры Парного молока Вечером Подготовить Больного Вставить Кишечную Трубку Больной Лежит На спине Подпирая Пятками Ягодицы Влив Состав Поднять Больного За ступни Потрясти После чего Уложить На живот И укрыть Теплым Так он Лежит От захода Солнца До сумерек За это время Происходит Смягчение И послабление Польза Жамрцы Подавляет Ветер И возбуждает Слизь И желчь Слишком Сильно Жамрцы Угнетает Аппетит И огонь При чередовании С нерухой Не причиняя вреда Извлекает Все болезни Неруха Это тоже Клизма Но с другим Назначением В частности В разделе О нерухе Говорится Если вышли Сгустки Похожие На хлопья Простокваши Значит Отошло То Что нужно Поэтому При отсутствии Сил у больного Застарелой И плохо Излечимой болезнью Хорошо Раз-два Или многократно Сделать Жамрцы Выше приведенное Указывает Что тибетские ламы Мастерски Пользовались Клизмами В целях Лечения Различных Заболеваний И оздоровления Организма В этой Выдержке Заложен Большой Информационный Смысл Который Каждый Может Применить По мере Своего Интеллектуального Развития Клизмы Широко Используются И в современной Медицине Они делятся На чистительные Послабительные Питательные И лекарственные Принято Считать Что клизма Более эффективна Если после Введения Двух литров Жидкости Потерпеть От восьми До десяти Минут А затем Опорожнить Кишечник Можно сравнить Рекомендации Древних Целителей И современные А клизмы Для избавления От глистов Особенно Астриц Я рекомендую Тибетский Способ Клизму С чесноком Как только У вас возникает Специфический Зуд В анусе От астриц Вы берете 200 граммов воды Кладете туда Один зубок Не головку А зубок Чеснока И ступкой Толчете его До кашеобразного Состояния Затем Заливаете Все это В обыкновенную Спринцовку Резиновую грушу Далее Вводите Носик Спринцовки Поглубже В анус И выливаете Содержимое Немного Потерпите А затем Все это Само Борно Выйдет И вместе С ними Парализованные Чесночным Соком Гельминты Можно Погонять Гельминтов Более Капитально Сделав Клизму По Уокеру Как выше Описано Только Вместо Лимонного Сока Или Яблочного Уксуса Растолките В двух Литрах Воды Два Три Не более Зубка Чеснока Подальше Ведите Трубку И далее Как обычно Потерпите Сколько Сможете Но не более Пяти минут И выпускайте Содержимое Так Можно Проделать Несколько Дней Подряд А в случае Необходимости Повторить Через Неделю Итак Поле Для творческого Подхода К своему Корню Организма Толстому Кишечнику Обширно Поэтому Пробуйте Подбирайте Для себя И Оздоравливайтесь После того Как вы Очистили Толстый Кишечник По Уокеру Или С помощью Уриновых Клизм Можно Раз В 2 3 4 Недели А можно И раз В квартал Применять Идеальный Метод Промывания Всего Пищеварительного Канала Шанг Пракшалану Шанг Пракшалана Шанг Пракшалана Или Варисара Означает В переводе На русский Язык Жест Раковины Потому что Вода Проходит Через Пищеварительный Канал Как через Пустую Раковину Вода Поглощаемая Ртом Проходит Через Желудок А затем Проводимая Простыми Движениями Доступными Всем Смертным Проходит Вес Кишечник Вплоть До выхода Из него Упражнение Продолжается До тех пор Пока вода Не станет Выходить Такой же Прозрачной Как она Вошла Подготовка Подогреть Воду До температуры Тела Подсолить Ее Из расчета 5-6 Граммов На литр Что составляет Немногим Меньше Чем концентрация Соли В плазме Крови Маленькая Столовая Ложка Без верха На литр Вода Должна Быть Соленой Ибо Без примеси Соли Она Бы Поглощалась Посредством Осмоса Через Слизистую Оболочку И выводилась Затем В виде Мочи А не Через Задний Проход Если Вода Покажется Вам Слишком Соленой Можно Уменьшить Концентрацию Соли Чтобы Вода Стала Для вас Приемлемой Благоприятный Момент Наиболее Благоприятным Моментом Является Утро Натощак Вся промылка Как показывает Практика Занимает Час Полтора А по Мере Освоения 45-60 Минут Вот схема Полного Осуществления Прохождения Воды Через Пищеварительный Канал Первое Выпить Стакан Соленой Воды Второе Немедленно Выполнит Предписанное Движение Третье Выпить Стакан Воды И Выполнит Серию Движений Во время Выполнения Этих Движений Вода Будет Медленно Запомните Медленно Проходить В кишечник Не вызывает Тошноты Продолжайте Чередовать Выпивание Стакана Воды И движений Пока Вы не Выпьете Всего Шесть Стаканов Воды В этот Момент Надо Идти В туалет Обычно Первая Эвакуация Происходит Почти Немедленно За Первой Порцией Кала Имеющего Форму Испражнений Последуют Другие Более Мягкие А затем И жидкие Если Это не Происходит Немедленно Или же В течение Пяти Минут Надо Повторить Движение Не выпивая Больше воды А затем Вернуться В туалет Если Ожидаемого Результата Не произойдет То надо Привести В действие Эвакуацию Посредством Промывания Пол литра Воды Производимого Обычными Средствами Грушей Или по океру То есть Клизму Сделать Как только Сифон Приведен В действие То есть Как только Первые Испражнения Пошли А остальное Последует Автоматически Рисунок Восемь Схема Провода Воды Через Желудочно Кишечный Тракт И рисунки Четырех Упражнений Мы к ним Еще Подойдем Один Совет После каждого Посещения Туалета И после Пользования Обычной Туалетной Бумагой Ополоснуть Задний Проход Теплой Водой Обсушить И смазать Растительным Маслом Чтобы Предотвратить Раздражение Вызванного Солью Некоторые Чувствительные Люди Подвержены Этому Слабому Раздражению Который Легко Можно Предупредить После Этого Первого Испражнения Надо Снова Выпить Стакан Воды Произвести Движение Затем Вернуться В туалет И каждый Раз Будет Эвакуация Продолжать Так Последовательно Пить Воду Делать Упражнения И посещать Туалет Пока Вода Не станет Выходить Такой Чистой Какой Она От загрязнения Кишечника Понадобится От 10 До 14 Стаканов Редко Больше Когда Вы будете Удовлетворены Результатом То есть Когда вода Будет Достаточно Чистой По вашему Мнению На выходе Вы должны Прекратить Процедуру Вы еще Несколько Раз Сходите В туалет В течение Последующего Времени Как правило Около Двух часов Затем Можно Выпить Три Стакана Несоленой Воды И сделать Ваманадхаути Два пальца В рот Чтобы вызвать Рвоту Это Выключить Цифон И полностью Опорожнить Желудок По традиции Йоги Всегда делают Ваманадхаути После Шанг Пракшаланы Первое движение Исходное положение Стоя Ступни Расставлены Примерно На 30 Сантиметров Пальцы Рук Переплетены Ладони Обращены Кверху Хорошо Выпрямить Спину Дышать Нормально Не поворачивая Верхнюю часть Туловища Наклонитесь Сначала Влево Не задерживаясь В конечном положении Выпрямиться И немедленно Наклониться Вправо Повторить Четыре раза Это двойное движение То есть Совершить Восемь Наклонов Попеременно Влево И вправо Что займет В общей сложности Около Десяти секунд Эти движения Открывает Привратник Желудка И при каждом Движении Наклоне Час воды Проникает В 12-перстную Кишку Из Желудка Крестиками Показаны Клапаны Заслонки Которые Надо Открывать С помощью Выше Приведенных Движений Это Что касается Рисунка Второе Движение Это Движение Заставляет Воду Продвигаться В тонких Кишках Исходное Положение Тоже То есть Стоя С расставленными Ступнями Вытянуть Правую Руку Горизонтально И согнуть Левую Руку Так Чтобы Указательные И большой Пальцы Касались Правой Ключицы Затем Выполнить Вращение Туловища Направляя Вытянутую Руку Назад Как Можно Дальше Смотреть На кончике Пальцев Не останавливаясь В конце Поворота Немедленно Вернуться В исходное Положение И совершить Поворот В другую Сторону Это Двойное Движение Нужно Повторить Четыре Раза Общая Продолжительность Движения Десять Секунд Третье Движение Вода Продолжает Поступать В тонкий Кишечник Благодаря Следующему Движению Выполнить Вариант Кобры Только Большие Пальцы Ног И ладони Касаются Пола Следовательно Бедра Остаются Над землей Ступни Раздвинуты Примерно На 30 Сантиметров Это Важно Когда Положение Принято Поверните Голову И туловище До тех Пор Пока Не удастся Увидеть Противоположную Пятку То есть Если Вы Поворачиваетесь Направо То Надо Смотреть На Левую Пятку Не Останавливаясь В крайнем Положении И вернуться В исходное Положение И сделать То же Самое В другую Сторону Повторить 4 раза По 2 Движения Время 10-15 Секунд Четвертое Движение Воду Достигшего Конца Тонких Кишок Надо Провести Через Толстый Кишечник Посредством Четвертого И последнего Движения Оно Является Наиболее Сложным Из всей Серии Хотя Доступно Любому За исключением Лиц Страдающих Заболеваниями Колена Или Менистка Эти люди Могут Прибегнуть К варианту Описанному Ниже Исходное Положение А Сесть на Корточки Со ступнями Расставленными Примерно На 30 Сантиметров Причем Пятки Помещаются У внешней Стороны Бедер А не Подседалищем Кисти Положены На колени Которые Расставлены Приблизительно На 30 Сантиметров Б Повернуть Туловище И поместить Левое колено На пол Перед Противоположной Ступней Ладони Толкают Попременно Правое К левому Боку И левое Бедро К правому Боку Так Чтобы Прижать Половину Живота И нажать На толстый Кишечник Смотреть Позади Себя Чтобы усилить Перекручивание Туловища И осуществить Давление На живот В то время Как для предыдущих Упражнений Было маловажно Начинать Лев правую Сторону Или в левую Для данного Упражнения Предпочтительно Сдавливать Правую Сторону Живота В первую Очередь Как и все Предыдущие Движения Это движение Должно Выполняться 4 раза Общая Продолжительность 15 секунд Вариант Четвертого Упражнения Это движение Берет Начало от Артха Матсиэндра Санда Скрученная Поза При этом Ступня Просто приложена К внутренней Сторонне Бедра И не проходит С другой стороны Плечо Отведено Как можно Дальше К согнутому Колену Туловище Слегка Наклонено Назад Руки Опираются О согнутое Колено Которое Служит Рычагом Для Перекручивания Позвоночника И прижимания Упражнений Не выпивая Больше воды Исчезновение Тошноты Покажет Что проход Открыт Как только Сифон Приведен Действие То уже Не будет Затруднений И вы можете Продолжать Процесс Но может Случиться Что у некоторых Лиц Газовая пробка Из продуктов Брожения Препятствует Приведению В действие Сифонов В данном Случае Достаточно Нажать На живот Руками Или сделать Сарвангасану Это стойка На плечах Вместе С четырьмя Другими Упражнениями В самом Неблагоприятном Случае То есть Когда вода Вовсе Не покидает Желудок Вам Остается Два решения Вызвать Рвоту Пощекотав Основание Языка Двумя пальцами Правой руки Чтобы наступил Рвотный Рефлекс Облегчение Наступит Радикально И немедленно Или ничего Не делать Вода Эвакуируется Сама С собой В виде Мочи После упражнения Следует отдохнуть И избегать Голодания Почему Не получается Жест Раковины Мне написали Совсем Недавно Сделал Шанг Пракшалану Результат Ноль Верил в нее Безоговорочно Сомнений Никаких Абсолютно Психологический Настрой Великолепен И тем не менее Кстати Почему Делать Стал Мои знакомые Меня Нет-нет Да и Спросят Мол Делал Пракшалану Не получилось Делали В книгах Все Все Одинаково Как Под Копирку Все Просто И Доходчиво В воскресенье Утром Как положено Шесть Стаканов Теплой Подсоленной Воды Все По вашей Книге Чередую С упражнениями И при этом Никаких Вздутий Желудка Газовых Пробок И прочих Осложнений Песня До Итока Но На этом Весь Кайф И Закончился Из Меня Ничегошеньки Не вышло Но Хоть Какой Либо Позыл Я Не Отчаиваюсь Чай Не Водку Пил И Уже Тем Более Не Яд Короче Дабы Открыть Сифон И Закрыть Подвало Делаю Клизму Которая Легко Выходит И На этом Все Закончилось Далее Я Выпиваю Еще Шесть Стаканов Организм У меня Большой И Через Два Часа Когда Я Уже Начал Есть Рис Что То Такое Булькнуло И Вышло Где-то Со Стакан Пол Литра И Все Маленькое Отличение Мой Брат Оказывается Делал Эту Шанг Прохшалану Раз Семь Или Восемь И Тоже Ни Разу Не Получилось У Него Какие Проблемы С Желудочно Кишечным Трактом Была Мечта Поправить Здоровье И Что Интересное Рассказывает Следующее А я Не знаю Пью Делаю Упражнения И Потом Хожу С мешками Под глазами И Все Вот Я И думаю Пять Человек Совершенно Разных По Возрасту Полу Здоровью Эмоциональному Состоянию А Результат Один Ноль Я Начал Копаться В литературе И Вот Что Отыскал У Моих Приятелей Есть Аккуратный Двухтомник Перепечатка С книги Изданной В Индии В Бомбее Автор Сарасвати Написано В 50 Годы Сам Он Йог Профессор И так Далее Так Вот Есть У него И упражнения Или способ Очистки Желудочно Кишечного Тракта И называется Он Бастикри Этих Бастикри Очень Много Для Йогов И нормальных Людей Больных И ослабленных Но главное Не это Главное Что ни одно Из упражнений Описанных В Шанг Пракшалане Там нет Это первое И второе Все упражнения Бастикри Выполняются В течении 4-5 минут И очень Много Оговоров А вот Откуда взялась Пракшалана Я по-моему Узнал Есть такой Учебник Липовый Васильева Почему Липовый Дело в том Что мне Приходилось Читать Литературу Где его Серьезно Критикуют Так вот Может здесь Собака Зарыта Объясните Мне А заодно Моим Знакомым Почему Такой Плохой Результат От Пракшаланы Единственная Просьба Геннадия Петрович Миленький Только Не надо Рассказывать Что здесь Сифон Не открывается А там Сфинктер Захлопнулся Это мы С вами Знаем Может быть Другие Причины Есть Вот Мой Ответ Шанг Пракшалана У вас Получается Вернее Она Начала Получаться И вы Закончили Только Начав Процесс Поясняю Я вспоминаю Свой опыт В Шанг Пракшалане Пью Делаю Но Не делается А выпил Я Около Трех Литров Несмотря На это Продолжаю Пить В общей Сложность Выпиваю Около Пяти Литров И вот Тогда Процесс Пошел Струя Периодически Начинает Бить На 3 Метра Против Ветра Оказывается Надо Соблюдать Три Главные Вещи Соленость Воды Ее Количество И время Прохождения Воды По Пищеварительному Каналу Сказано Что Она Должна Быть Морской И указана Пропорция Соли И воды Я раньше Был Только На Черном Море И помню Его соленость Примерно Такую Соленость Воды Делаем Для Шанг Прокшаланы Которая Напоминает Сильно Соленый Суп Но Когда Я был На Средиземном Море То Там Вода Жжет Слизистый От Соприкосновения Настолько Она Соленая Это Как раз И есть Настоящая Морская Вода В итоге Получается Такая Вещь При Приеме Соленой Воды Она Определяется Организмом Как Соленый Суп И он Ее Держит Для Переваривания А Она Должна Срабатывать Как Солевое Слабительное Но Для Этого Она Должна Быть Еще Более Соленой Тогда Организм Либо Вырвет Либо Пропустит Через Себя Поэтому Манипуляции При Проведении Шанг Прокшалайна Следующее Вначале Пьете Соленую Воду Как Описано Первые Два Три Стакана А Последующую Воду Подсаливаете В полтора А то В два Раза Больше Такой Воды Выпивайте Один Два Литра Не Торопитесь Процесс Инерционный И растянутый Во времени Пока У нетренированного Человека В Шанг Прокшалайне Раскроются Все Сфинктеры Все Сработает Как Надо И Организм Помоет Что От него Требуется Все Сработает Как Надо И Организм Поймет Что От него Требуется Проходит От Двух До Трех Часов Но Как Только Организм Понял Все Открылось Вода Выливается В виде Мощного Поноса Еще Около Одного Двух Часов Итак Как Только Из Организма Пойдут Испражнения А потом Появится Вода Соленость Воды Можно Снизить До Супчика И пить Еще Один Два Литра То есть Общее Количество Воды На эту Процедуру Должно Быть От Трех Четырех До Шести Литров И Не Надо Мучить Себя Упражнения Они С моего Опыта Почти Не Влияют На Скорость Процесса Как Он Естественно Идет Так И Идет Поэтому Их Делайте Умеренное Количество Как Описано Особенно В начале А основное Это Ощущение Прошла Вода Из Желудка Ниже Или Нет Если Прошло Пьете Дальше Здесь Играют Большую Роль Умственное Представление Мысленное Открывание Заслонок Но Когда Выпито Около 3-4 Литра Воды Нужной Солености Процесс Медленно Но Верно Запускается Дальше Можно Не Пить Начнется Послабление В виде Жидкого А потом Водяного Поноса Можно Еще Выпить 1-2 Литра Подсоленной Воды И Никаких Упражнений Теперь Задача Вывести Из Будет Выходить Самой Еще Около 2-х Часов Еще Раз Подчеркну Что В зависимости От Особенности Организма Первая Рода Шан Прокшелани Проходит Через Организм От 40 Минут Что Очень Быстро До 90 Минут Это В среднем И Еще Эта Процедура Как и Любая Другая Требует Тренированности И Благоприятного Времени Выполнения По Лунному Календарю Но Это Не Обязательно Условие Я Не Сомневаюсь Что Теперь После Моих Пояснений Вы Легко Сделаете Вам В тот Раз Надо Было Действовать Напихом Принять Еще 1-2 Литра И Дело Бы Пошло А Потом Только Выходили В туалет И По цвету Воды Определяли Пить Ее Чтобы Лучше Очиститься Или Этого Хватит Кстати Уже Собственного Еще Опыта Именно Подскажу Добавьте В воду Немножко Магния Сульфата То есть Вот вода Как обычно У вас Соленая Допустим На литр Соленой воды Вот вы Приготовили Добавьте Пол пачечки Магния Сульфата Это То вещество Которое Вызывает Прослабление Чтобы Все у вас Пошло Еще Более Лучше Чтобы Оборвать Понос После Полутора Двух Часов Истечения Надо Больше Соленой Воды Не пить И покушать Закрепляющего А это Будет Круто Сваренный Рис С небольшим Количеством Топленого Или Сливочного Масла Первая Еда После Шангпрокшаланы Надо Обязательно Выполнить Следующее Предписание Есть Не раньше Чем Через 30 минут После Упражнений Не позднее Часа После Окончания Упражнений Не рекомендуется Оставлять Пищеварительный Тракт без пищи В течении Более Часа После Упражнения Но Если Вы Надумали Голодать То Можете Сделать Шангпрокшалану Очистить Весь Пищеварительный Канал И далее Голодать Двое И более Дней Я так Поступал Неоднократно И весьма Доволен Этим Голодом Первая Еда Будет Состоять Из Вареного Риса Следовательно Не из Целого Риса Клетчатка Которого Раздражала Обыслизистую Облочку Кишечника А вареного На воде И даже Переваренного Зерна Должны Таять Во рту Рис Может быть Приправлен Слегка Подсоленным Томатным Соусом Но Без перца Рис Может Сопровождаться Хорошо Переваренной Морковью Надо Съесть Вместе С этой Едой 40 граммов Сливочного Масла Вы можете Распустить Его в рисе Или съесть В ложечке Рис Можно заменить Вареной Пшеницей Овсом И так далее Важно Рис Нельзя Варить На молоке В течении 24 часов Которые Следуют За упражнениями Запрещается Пить молоко Или кефир Кроме Того В течении Тех же 24 часов Запрещается Кислая Еда И напитки Это одна из причин Запрещения Кефира Фрукты И сырые Овощи Хлеб Разрешается Во время Второй еды После упражнений Лично я пил Во время Второй еды Морковный сок Или яблочный Со свекольным Пропорцией 1 к 4 Или 1 к 5 Ел салаты И чувствовал себя Нормально Поэтому Отнеситесь К этим рекомендациям Творческим Через 24 часа Вы можете вернуться К вашему Обычному режиму Избегая Однако Всякого Излишества И мяса Питье Поглощение Соленой воды Привлечет Посредством Высокой Астматической Активности Часть жидкости Из крови В кишечную Среду Таким образом Жидкая часть Крови Идет в направлении Противоположном Обычному Всасыванию Прочищая при этом Микроворсинки Тонкого И толстого Кишечника Именно Этот факт Делает Шанг Пракшалану Уникальной Я не знаю Ни одну чистку Которую Очищала бы Наши Микроворсинки Гликокалец Этот Универсальный Полистый Катализатор От эффективности Которого В основном И зависит Наше питание В связи С вышеизложенным У вас Будет естественным Ощущение Жажды Не принимайте Никакой Жидкости Даже чистой воды До вашей Первой еды Потому что Вы будете Продолжать Кормить Сифон То есть Сходить в туалет Во время Вашей первой еды И после нее Вы можете Пить воду Или легкие Настои Или как я Свежевыжатые соки То что Испражнения Появятся Только через 24 или 30 Часов После процедуры Шангпрокшаланы Никого не удивит Они будут Золотистыми Желтыми И без запаха Как у Грудного Ребенка Лица Страдающие Запорами Могут делать Шангпрокшалану Каждую Неделю Но лишь Шестью Стаканами Воды В этом случае Весь цикл Осуществляется Приблизительно За 30 минут Это наилучшее Первое Воспитание Кишечника При этом Не растягиваются Стенки Толстых Кишок Благоприятное Воздействие Помимо того Что вы Очистите Весь Пищеварительный Канал Вы Ощутите И отдаленное Благоприятное Воздействие Свежее Дыхание Хороший Сон Исчезновение Сыпи На лице И теле Если будете Питаться Как будет Описано Дальше Исчезнут Телесные Запахи При этом Тонизируется Печень Это Замечается По цвету Первых Испражнений А также Другие Железы Связанные С пищеварительным Трактом В особенности Поджелудочная Железа В случае малоразвитого Диабета С успехом Вылечивались Врачами Лаванли Посредством Проведения Шангпрахшаланы Через каждые Два дня В течение Двух месяцев Это Сопровождается Надлежащим Пищевым Режимом И так далее По-видимому Островки Лангерганца Расположены В поджелудочной Железе Выделяют Больше Инсулина Под действием Общей Стимуляции Этой Железы Очищение Пищеварительного Тракта Влечет За собой Правильное Усвоение Пищи И заставляет Следовательно Поправляться Худых И худеть Тех Которым Следует Потерять Вес Противопоказания Они Немногочисленны Лица Страдающие Язвой Желудка Должны Разумеется Воздержаться От шангпрокшаланы И сначала Излечиться От своего Заболевания То же самое Относится К лицам Которые Страдают Острым Поражением Пищеварительного Тракта Дизентерией Поносом Острым Колитом А вот При хроническом Колитии Больной Может получить Облегчение От этого Упражнения Практикуемого Вне периода Кризиса А также Острым Аппендицитом И тем более Таких Серьезных Заболеваний Как Туберкурежский Шок И рак Это упражнение Эффективно Для завершения Оксиуреза В самом деле Когда Эвакуируется Все содержимое Кишечника То гельминты Вместе с их яйцами Выводятся Наружу Но Ворсинки Так многочисленны Что то или иное Яйцо Еще может Ускользнуть От выхода Шанг Пракшалана Замечательная вещь Я убедился В этом На собственном Опыте Единственное Что я хочу Добавить К основному Тексту Так это то Чтобы быстрее Освоить ее Вначале Практикуйте ее Раз в две Недели Отчистительное Отчистительное питание Перейдем К другому Отчистительному Средству Который Я также Применяю Великий Натуропат Поль Брех Придумал Эффективное Средство Для восстановления Чистоты Толстого Кишечника Это Голодать Голодая Раз в неделю 24-36 Часов Что позволяет Организму Добыть Дополнительную Энергию Которая Раньше Тратилась На переработку Исвоение Пищи Теперь же Используется На другие Нужды Организма За это время Каловые Камни Немного Отквашиваются От кишечной Стенки Первая еда После этого Воздержание Свежий Салат Из моркови И капусты Без приправ И масла Служит Своеобразным Веником Который Сдирает И вводит Вон Накиб Примерно Такой же Салат Придумал И наш Михайлов В заключении Этого Раздела Скажу Что в начале Обязательно Надо Почиститься По Оокеру Вместо Воды Можно Использовать Мочу Собранную В течение Дня А затем По желанию Можно Выбрать Любой Из Вышеописанных Методов Или Сочетая Их Вместе Поддерживать Чистоту И порядок В толстом Кишечнике Восстановление Стенок И нервов Толстого Кишечника Вот что Говорит По этому Поводу Доктор Оокер На основании Опыта Нами Установлено Не может развиваться И действовать Нормально Если человек Будет питаться В основном Только вареной Или обработанной Пищей Поэтому Почти невозможно Найти человека У которого Толстый Кишечник Был бы Идеально Здоров Если Вы чувствуете Себя Плохо То первым Долгом Следует Проводить Серию Промываний Толстого Кишечника Или Клизм После Этого Свежие Овощные Соки Эффективнее Произведут Процесс Регенерации Установлено Что Наилучшим Питанием Является Смесь Соков Моркови И шпината Эта смесь Питает Нервы И мышцы Толстой Кишки А также Тонкой Кишки Рецепты Соков Я взял Из книги Сырьевочные Соки Количество Соков Дано В унциях Унца Равна 28,3 Грамма Итак Самый Лучший Сок Для Толстого Кишечника Морковь 10 Шпинат 6 Унцы Чуть послабее Смесь Морковь 10 Свекла 3 Огурец 3 Унцы И если уже Совсем Ничего Нет То пейте Морковный Сок Не менее 500 Граммов Ежедневно Чтобы дело Продвигалось Скорее Восстановление Слизистой Оболочки Применяйте Клизмы С рыбьим Жиром Облепиховым Маслом Они богаты Витамином А Настоями Шиповника Или ромашки Они Антисептики Моторика Толстого Кишечника Нормализуется И улучшается Отключение В питание Достаточного Количества Продуктов Богатых Пищевыми Волокнами Овощей И фруктов А также Цельных Круп Эта пища Оказывает К тому же Послабляющее Влияние Благодаря Тому Что она Создает Большую Массу В толстом Кишечнике Что усиливает Двигательную Функцию Толстого Кишечника Клетчатка Сильно Адсорбирует Желочь Которая Раздражающе Влияет на Стенки Толстого Кишечника И стимулирует Этим Моторику Что также Способствует Нормальному Опорожнению Из фруктов Особенно Сильно Сливы Виноград Сухофрукты В кишечнике Они сильно Набухают Увеличиваются В объеме И массе Сильным Послабляющим Действием Из овощей Обладает Морков Свекла И салаты Из свежей капусты В белокочанной Капусте Много клетчатки Она полезна При запорах Но при колитах Она не рекомендуется Так как Это грубая Клетчатка Кроме Вышеуказанных Особо сильных Продуктов В этом отношении Прекрасны И другие Арбузы Дыни Мед Растительное масло Черный хлеб Очень полезен Прием свежевыжатых Овощных И фруктовых Соков От 300 до 500 Граммов Помимо Вышеуказанных Проросшая пшеница Здорово Облегчает Стул И регулирующе Действует На весь Желудочно-кишечный Тракт Некоторые люди При приеме Большого количества Овощей И фруктов Начинают жаловаться На вздутие живота Образование И отхождение Газов Наиболее Газообразующими Являются Горох Фасоль Лук Капуста Свекла Но не как раз И способствуют Опорожнению Кишечника В меньшей степени Вызывают Газообразование Картофель Огурцы Морков Грибы Почти все Ягоды И фрукты А также Черный хлеб И молоко Образование Газов в кишечнике Объясняется тем Что жизненно активные элементы Входящие в состав Овощей и фруктов Особенно Сера И хлор Разлагают Накопившиеся В кишечнике Продукты Гниения Накип Химической Реакции Особенно Ценен в этом отношении Сок Сырой капусты С высоким Содержанием Серы И хлора Очищающими Слизистую оболочку Желудка И кишечника Вот вам и еще один тест На определение Загрязнения Стенок Толстого Кишечника И вообще Токсического состояния Всего Желудочно-кишечного Тракта Если после питья Капустного Стока Образуется Большое количество Газов Или ощущается Другое беспокойство Это означает Наличие Вышеуказанного Приучая себя К употреблению Сырого Сока Капусты Надо постепенно Сначала Выпивайте его Пополам С морковным Затем постепенно Уменьшайте Долю Морковного Сока 300 граммов Слежего Сока Капусты В день Как говорит Доктор Уокер Могут дать вам Достаточное Количество Живой Органической Пищи Которую Не дадут И 50 Килограмм Валеной Или Консервированной Капусты Он также Предостерегает Что добавление Соли К капусте Или ее Соку Уничтожает Ценность А также Вообще Вредно Образование Газов Также Наблюдается При неправильном Сочетании Продуктов Например Гороха С хлебом Фасоли С мясом И так далее Желательно Вышеуказанные Газообразующие Продукты Съедать Отдельно После Свежего Сырого Салата Жидкости В том числе И соки Пить до еды Тогда Если у вас Слизистая Кишечника Нормальная Нет накопи Всякое Газообразование Исчезает Если же Растительная Пища Вызывает Брожение В кишечнике То она Не может Разлагаться В нем Так как Сама Ее кислотность Выводит Ее из Организма Несколько Послабляя Стол Это Оказывает Стимулирующее Действие И быстро Очищает Кишечники Естественным Путем При Выраженном Вздутии Живота Можно Применять Ветрогонные Смеси Настой Из цветков Ромашки И семя Укропа А также Если Все таки От Большого Количества Сырой Пищи У вас Наблюдается Вздутие Слабо Тушите Ее Это Позволит Вам Избежать Газообразования В нормализации Стула Вам Помогут И другие Средства Первое Бери Ритм Толстого Кишечника С 7 До 9 Часов Утра По местному Времени Это Два часа Наивысшей Активности Толстого Кишечника В течении Суток Второе Ягин Свами Йогананда Советует Дышать Сырым Утренним Воздухом Которые Способствуют Эвакуации Третье Позыв на стул Гораздо Легче Вызвать У себя Во время Акта Мочи Испускания Есть Определенная Аналогия Между Рефлексом Движения Мочевого Пузыря И движениями Обудочной Кишки Отсюда Волевой Акт Имеет Большое Воздействие Как раз В этот Момент Рамола Монтовани Не советует Доводить Воли Используя Вышеописанные Механизмы Это конечно Сделает Вашу Толстую Кишку Сознательной Легко Управляемой И гораздо Меньше Загрязняющей Четвертое Очень важное Значение Имеет Поза При упражнении Кишечника Обычно Это два Положения Сидя на унитазе И в положении На корточках Так называемая Поза Орла Поза Орла Когда бедра Приведены К животу И помогают Мышцам Брюшной Стенки Требуется Меньше Усилий Для порожнения Кишечника Исключается Излишнее Натуживание Что особенно Важно При больном Заднем Проходе А также И для профилактики Поза Орла Способствует Одномоментному Акту Дефекации В течении Пяти Терез Семи Минут А то еще Быстрее Обычно Две Три минуты Вполне Достаточно При этом Основной Масса Калово Содержимого Выходит При первом Натуживании Акт Дефекации Следует Совершать После Глубокого Вдоха При этом Диафрагма Опускается И органы Брюшной Полости Надавливая Напрямую Кишку Способствуют Ее Опорожнению Это Одномоментный Акт Дефекации С детских Лет Надо Приучать Ребенка К такому Акту Применение Этих Четырех Моментов В различных Комбинациях И особенно Вместе Поможет Естественному Налаживанию Позыва На стул Сделает Его Управляемым Волевым Актом И принесет Вам Очень много Здоровья Однако Есть Настолько Ослабленные И упрямые Толстые Кишечники Что Желательно Дополнительно Прорабатывать Комплексом Физических Упражнений И в этом Нам поможет Йога Я приведу Комплекс Упражнений Яги Насвами Шивананды Ниже Приведенные Упражнения Он советует Проделывать Ежедневно От 5 До 10 Минут И они По утверждению Свами Позволяют Всего За несколько Дней Достичь Совершенного Здоровья Упражнения Дающие Здоровье Силу Долгую Жизнь И делающие Людей Счастливыми Первое Утиха Ширша Экопада Чакрасана Лягте На спину Положите Руки Под ягодицы Или Вытянув Вдоль Тело Поднимите Голову Поочередно Звивая Ноги Выполняя Движение Езда На велосипеде При движении Колени Попеременно Оказывается У груди Каждая Ступня При этом Описывает Круги Держите Голову Поднятой Слабые Люди Не должны Поднимать Головы Если Чувствуете Усталость Отдохните А затем Повторите Упражнение Один или Два Раза Упражнение 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 Устраняет Дефекты Ягодиц Тали Живота Спины Груди Ног Коленей Ступней Оно Очищает Семя Устраняет Ночные Полюции Очищает Кров Изгоняет Кольчатых Червей И даже Излечивает Паралич Если Парализована Рука Выполняйте Такие Упражнения Как Ногами Регулярной Практикой Этого Упражнения Достигается Здоровье И Сила Всего Организма Второе Утихо Две Падасана Вытянутые Ступни Лягте На спину Прижав Вытянутые Руки К полу Медленно Поднимите Вытянутые Ноги Под углом 45 градусов Не сгибая Их В коленях После Этого Опустите Их Не дотрагиваясь До земли Повторите 4-5 Раз Упражнение Дает Большой Эффект Когда Его Выполняет С поднятой Головой Четвертое Утихо Экопадасана Вытянутая Ступня Лягте На спину И поднимите Ногу Под углом 45 градусов Затем Поочередно Медленно Поднимайте И опускайте Одну Ногу Не дотрагиваясь До пола Упражнение Хорошо Укрепляет Мускулатуру Живота И кишечника Очищает Семя Предотвращает Ночные Полюции А также Изгоняет Кольчатых Глистов Упражнение Дает Лучшие Результаты Если Выполнять С поднятой Головой Но Слабым Лицам Это Противопоказано Четвертое Утихо Хаста Марунда Сана Лодка Ляг Ляг Поднимите Несколько Несколько Раз Упражнение Устраняет Дефекты Живота Спины Позвоночника Груди Талии Шеи И так далее Пятое Утиха Хаста Экападасана Лягте На пол Вытянув Вдоль Тела Руки Подняв Их Вверх И вытянув Вперед Оторвите Корпус От пола Приняв Положение Показано Рисунке Пять Как только Почувствуете Напряжение Мышц Живота Медленно Поднимайте По очереди На ноги Так чтобы Между полом И припуднятой Ногой Образовался Угол 45 градусов Повторите Упражнение Три-четыре Раза А потом В быстром Темпе Пять раз Упражнение Укрепляет Кишечник И дает Эффект Как и Предыдущие Упражнения Шестое Пада Паршва Чаланасана Лягте На спину Вытянув Руки В стороны И положив Ладони На пол Затем Медленно Поднимите Соединенные Вместе Ноги Под углом 45 градусов К полу Останьтесь В этом положении Некоторое время Затем Медленно Наклоните Их Влево И вправо Пока Они не Коснутся Пола Ладони Все время Находятся На полу Затем Верните Ноги В вертикальное Положение И медленно Опустите Их На пол После Непродолжительного Отдыха Повторите Упражнение Еще Один Два Раза Упражнение Хорошо Укрепляет Талию И кишечник Устраняет Дефекты Ребер Сердца И легких Тем У кого Слабое Сердце Упражнение Противопоказано Седьмое Бхуджан Гасана Лягте На пол И поставьте Ладони На пол На уровне Груди Опираясь На руки Поднимите Верхнюю Часть Тела Прогните Талию И закиньте Голову Назад Вернитесь Устраняет Ожирение И заболевания Органов Расположенных В брюшной Полости А также Укрепляет Мышцы Живота Грудной Клетки Шеи И рук Восьмое Дханурасана Лягте На пол Согните Ноги В коленях Ухватитесь За лодыжки И подтяните Их Вверх Так Чтобы Руки Выпрямились Спина Прогнулась А живот Напрягся Вначале Пусть колени Будут Расставлены После Непродолжительной Практики Выполняйте Упражнение Соединенными Коленями В течение Упражнения Выполняйте 4-6 Качаний Со временем Живот Подтянется Упражнение Устраняет Все заболевания Пищеварительной Системы А также Все недостатки В развитии Позвоночника Эта Асана Очень важна Ее Должны Выполнять Каждый Мужчина И женщина Девято Артха Шалабхасана Лягте На живот Вытянув Руки вдоль Тела И положив Тыльную Сторону Кистей На пол Поднимите Голову Устремим Взгляд Вперед Поднимите Одну Ногу Вверх Не сгибая Ее В колени Повторите Упражнение Второй Ногой При выполнении Упражнения Носки Вытянуть Упражнение Устраняет Боли В спине Вылечивает Заболевания Печени И селезенки Некоторые Женщины Страдающие От Острой Боли Внизу Живота Десятая Мукта Хаста Кати Чакрасана Встаньте Прямо Расставив Ноги Наклоните Корпус И опустите Соединенные Вместе Руки Как можно Ближе Затем Медленно Вращайте Руки И корпус В вертикальной Плоскости Слева Вверх Направо Повторите Упражнение В другую Сторону Проделайте В каждую Сторону По 3-4 Вращательных Движения Выполняйте Эти упражнения Медленно Упражнение Вначале Может вызвать Головокружение И даже Падение Оно Хорошо Укрепляет Мышцы Живота Грудной Клетки И рук А также Вылечивает Хронические Запоры Поэтому Эту Асану Должен Выполнять Каждый Одиннадцатое Прушцхавалита Ханумасана Встаньте Прямо Соединив Ноги Вместе Отставьте Левую Ногу Как можно Дальше Вперед Согнув Ее В колени Правая Нога Остается Прямой Поднимите Сложенные Ладонями Руки Над Головой Отводя Их Назад Затем Опустите Руки Вниз Касаясь Пола И повернув Корпус Тела Влево Повторите Упражнение В противоположную Сторону Проделайте Это упражнение В обе стороны Упражнение Вызывает Сильное Напряжение Всех Мышц Тела Хорошо Укрепляет Талию И вылечивает Заболевания Органов Расположенных В брюшной Полости И в грудной Клетке Двенадцатая Дантхи Мат Ханасана Встаньте Прямо Соединим Ноги И вытянув Вперед Руки Сжатые В кулак С усилием Выбрасывайте По очереди Руки Имитируя Движение Боксера Корпус При этом Вращается В обе стороны Упражнение Устраняет Запоры Укрепляет Мышцы Грудной Клетки И брюшного Пресса Тринадцатая Вакша Спрушта Джану Врикшасана Встаньте Прямо Соединив Ноги Вместе И выгнув Грудь Затем Быстро Поднимайте Согнутые В коленях Ноги Ноги Поднимаются Поочередно И как можно Выше Эта Асана Очень важна Она уменьшает Объем Живота Укрепляет Мышцы Брюшного Пресса Очищает Семя И устраняет Ночные Полюции Четырнадцатое Эка Стхана Палая Асана Наклоняйте Сперед И поднимайте Поочередно Колени Касаясь Пятками Ягодиц Как при беге На месте Упражнение Выполняется Бесшумно На носках На одном месте Вначале Бегите Медленно А затем Быстро После 2-5 минут Такого бега Даже опытный Бегун Ощущает Усталость Быстрая Ходьба И бег Являются Естественными Упражнениями И поэтому Считаются Одними Из лучших Благодаря Такому Упражнению Человек становится Активным Его легкие Сердца Укрепляются Те у кого Больное Сердце Должны Выполнять Это упражнение В медленном Темпе Упражнение Очищает Кров Устраняет Запоры Укрепляет Мышцы Ног Усиливает Аппетит И полностью Устраняет Ночные Полюции Все боли Человека Исчезают Если Регулярно Практиковать Это упражнение Даже Одно Это упражнение Делает Человека Совершенно Здоровым И Продлевает Его Жизнь Тучным Людям Необходимо Воспользоваться Плодами Этого Чудешного Упражнения Приведенные Рисунки Упражнений Помогут Вам Лучше Разобраться В Предлагаемом Комплексе Кто Кто Располагает Подобным Временем Слаб Болен Тот Должен Выполнять По крайней мере Асаны Приведенные Под номерами 1 3 7 8 14 Если Кому Либо Требуются Дополнительные Уступки То Ему Следует Ограничиться Асанами 1 3 14 Чтобы Полностью Закрыть Этот Раздел Приведу Систему Дыхания Рекомендуемому Свами Шивананда И его 14 Советов Из Книги Йога Саны Как Средство Излечения Всех Расстройств Брюшной Полости Бхастрика Пранаяма Это Упражнение Представляет С собой Естественно Дыхание Но Медленное И Глубокое Извлекающий Шипящий Звук Через Нос Примерно Такой Передняя Стенка Живота При этом Двигается Взад И Вперед Однако Будьте Внимательны При Выдохе Живот Втягивается При Вдохе Становится Выпуклым Как Футбольный Мяч Вначале Можно Выполнять Это Упражнение Перед Зеркалом Начинать Упражнение Лучше Всего С Выдоха Выдохнули И Подтянули Живот Как Можно Глубже Начинайте Из 3-4 Вдохов И Выдохов Производимых С умеренной Скоростью Никогда Не делайте Это Быстро Избегайте Переутовления Так как Это Ослабляет Мозг Вызывает Головокружение И может Даже Привести К сумасшествию При вдохе Грудь Должна Выпячиваться Как Можно Больше А плечи Должны Оставаться Неподвижными Каждую Неделю Увеличивайте Продолжительность Упражнения На 1-2 Вдоха И Выдоха За 6 Месяцев Доведите Их количество До 108 Раз Таким Образом Вы Проделаете 324 Вдоха Выдоха Выполнив 3 упражнения После Каждого Упражнения Необходим Существенный Отдых Больше Чем 324 Вдоха Выдоха За 3 Попытки Выполнять Нельзя Бхастрика Пранаяма Изумительное Упражнение Оно Может Дать Совершенное Здоровье И долгую Жизнь Оно Оказывает Благоприятное Воздействие На Мозг Легкие И Желудок Делает Ум Необычайно Сильным И Заостряет Память Это Упражнение Является Бесценным Средством Стимулирующим Работу Мозга Оно Одно Вылечивает Полипы Танзелит Ушные И глазные Заболевания Астму Насморк Кашель И даже Заболевания Сердца Однако Людям Со слабым Сердцем Следует Осторожно Начинать Практику Это Упражнение И постепенно Увеличивает Нагрузку Упражнение Вылечивает Несварение Желудка Из-за Поры Которые Десятилетиями Отравляли Людям Существования А также Грыжу И аппендицит Выпадение И поседение Волос Полностью Прекращается Морщины Исчезают Уступая Место Гладкой И упругой Коже Таково Необыкновенное Воздействие Бхастрика Практику Практикуйте Ежедневно Утром И вечером Или же По крайней мере Один раз в день В хорошо Проветриваемом И чистом Помещении Или же На берегу Моря Или реки Устроившись Лицом Навстречу Дующему Ветру Через 4-6 месяцев Появятся Удивительные Результаты Даже у Хронических Больных Со временем Практикующий Это упражнение Станет Самым Счастливым Человеком И совершенным Йогом 14 советов Для укрепления Здоровья Первое Никогда не поленитесь Потратить 15 минут На практику Асан И упражнения Для живота Такие ежедневные Занятия Обеспечат вам Здоровье И долгую жизнь Благодаря этому Вы избавитесь От применения Лекарств Или любых Других средств При недомогании И болезнях Только здоровье Может дать Настоящее счастье Нет здоровья Нет благополучия Спокойствия И счастья Второе Выполняйте упражнения Не ошибайтесь Будьте внимательны Спокойны И жизнерадостны Во время упражнения Держите губы Сомкнутыми Это обеспечит вам Здоровье Красоту И долгую жизнь Третье Нет упражнений Нет еды Это должно Стать вашим Девизом Четвертое Кушайте Регулярно Выработайте Привычку Своевременно Отвечать На зол Природы Пятое Не кушайте Если вам не хочется Даже слабейший Позыв на стол Нельзя отвергать Шестое Стимуляторы Вроде чая Кофе Табака Слабительного В любом виде Опасны Седьмое Не кушайте По ночам И не спите Днем Это вызывает Запоры Восьмое Если вы сомневаетесь Кушать Или нет Не кушайте Если вы сомневаетесь Идти в туалет Или нет Идите Вот золотой ключ К здоровью Счастью И долгой жизни Девятое Кушайте медленно И не пейте Во время еды В воду Жажда Должна быть Удовлетворена Только через час После еды Десятое Пережевывайте Каждый кусок Пищи Тридцать два раза Чтобы обеспечить Здоровые зубы Регулярный стул И не нажить Запоров И их последствия Одиннадцатое Не притрагивайтесь К жареной Переваренной Черствой Горячей Холодной И тяжелой Пище Двенадцатое Ешьте только тогда Когда вы Жизнерадостны Свободны От тяжелых мыслей Никогда Не принимайте Пищу И напитки Пребывая в гневе И находясь В грязной Обстановке Тринадцатое После еды Медленно Прохаживайтесь Вперед И назад Одновременно С этим Массируя Живот Рукой Обеспечивая Хорошее Пищеварение И перистальтику Четырнадцатое Особенно Заботьтесь О духовном Здоровье И покое Так как Это гораздо важнее Чем пища В обеспечении Здоровья Силы Энергии Счастья И долгой жизни Тот кто станет Правильно выполнять Наши советы И упражнения Никогда не будет знать Расстройств Желудка Спустя 4-6 месяцев В регулярной практике Этих упражнений Наступит Полное Исцеление От всех заболеваний Органов Пищеварения Комментарии Излишне О вреде Слабительных Слабительные Слабительные действуют На кишечную стенку Наподобие удара Бича Вызывая сначала Сверхактивность После которой Наступает депрессия Это закон физиологии Вдобавок Слабительные средства Не только Не вылечивают человека А подавляя Последствия Заболевания Лишь дополнительно Усугубляют Болезнь И делают Ее Неизлечимой Воздействие Слабительных В конечном счете Портит Фильтрующие Мембраны И слизистую Кишечника Которые Непоправимо Разрушаются Избавление От полипов Если у вас При обследовании Толстого кишечника Были обнаружены Полипы Или же Со временем У вас вдруг Появились Специфические Висячие Родинки На шее Подмышками Это указывает На образование Полипов Известно Также Что полипы Являются Доброкачественными Новообразованиями И со временем Могут Перерождаться В злокачественные Обычно Медики Рекомендуют Оперативное Удаление Их Однако Можно попробовать Метод Профессора Аминева Который Как я думаю Был им Заимствован У народной Медицины В нашем Клубе Бодрость Имеются Удачные Примеры Этой методики Она состоит В применении Травы Чистотела Сначала Немного О чистотеле Чистотел Большой Он же Называется Бородавочник Использует Надземную Часть растения То есть Траву Наиболее Сильна Трава Чистотела В период Цветения Биологическое Действие И применение Применять Настой Травы Чистотела И свежий Сок Из нее Этим Препаратом Прижигают Кандиломы Ими Лечат Папилломатоз Гортони В экспериментах Препараты Чистотела Вызывают Задержку Роста Злокачественных Опухолей Оказывают Бактериостатическое Действие На возбудителей Туберкулеза В народной Медицине Млечный Сок Настой И настойки Чистотела Применяют В качестве Болеутоляющего И спазмолитического Средства При заболеваниях Печени И желчного Пузыря Желчных Камнях Песке Желтухи Катаре Желудка И кишок Поносе Нарушение Пищеварения Для приготовления Настойки И настойки Лучше всего Используют Свежее Растительное Сырье Болгарской Народной Медицины Млечный Сок Чистотела Применяют Для удаления Бородавок А мы Его применяли Так Ко мне Пришла пожилая Женщина 118 кг Веса И попросила Помочь Избавиться От выроста В ушной Раковины Как стало ясно Из дальнейшего Разговора У нее Было Очень много Висячих Родинок Я порекомендовал Ей сделать Курск Клизм С соком Чистотела Взять растение Растереть его И выжать Сок Одну Две Сколько Надо Ложек Первый Раз Она В 2 Литра Теплой Кипяченой Воды Добавила Всего Одну Чайную Ложку Свежевыжатого Сока Чистотела Курс Состоял Из 15 Ежедневных Клизм Затем 15 Дней Перерыв Второй Курс С тем же Количеством Воды Но С одной Столовой Ложкой Сока Чистотела Во время Проведения Второго Курса Она Подошла Ко мне Сказала Что Из нее При Клизме Вместе С водой Вышил Напоминающий Куриный Пупок Кусок Мяса Полип После Третьего Курса Когда Она Стала Применять По Две Столовые Ложки Чистотела Она Подошла Ко мне Сказала Что У нее Отпал Вырост На ушной Раковине За Короткий Срок Около Шести Месяцев С ней Произошли Такие Разительные Метаморфозы Причем В лучшую Сторону Что Многие Занимающиеся Стали Использовать Чистотел В настоящее Время Вес У нее Около 87 Килограммов На удивление Свежее Лицо И как Она Говорит Летаю Как Балерина Итак Методика Следующая Первый Курс 10-20 Дней С одной Чайной Ложкой Сока Чистотела Отдых 15-20 Дней Второй Курс Тоже 10-20 Дней Нуклизмы Делать С одной Столовой Ложкой Сока Чистотела Отдых Также 15-20 Дней Третий Курс Тоже Само Дозировку Увеличить По самочувствию На чайную А можно И на столовую Ложку Количество Курсов Также По самочувствию Но не более Четырех Подряд Затем Делать Перерыв На месяц И повторить А лучше Провести Подобный Цикл С несколько Большой Дозировкой Начинать Также Постепенно На следующий Год Исчезновение Висячих Родинок На шее Подмышками И так далее Укажет на Исчезновение Полипов В толстом Кишечнике Вообще У меня сложилось Мнение Что полипы Являются Специфическими Патологическими Образованиями И используемые В качестве Основы Для своего Роста Гниль И грязь Возникающие В толстом Кишечнике И если Использовать Аналогию Древних Что снаружи То и внутри Что вверху То и внизу Возникает Такая картина Патологическое Перерождение Слизистой Толстого Кишечника Дает Выпячивание Внутрь Полости В нижней части Организма Как комбенсация Этого процесса Вверху И снаружи Идет другой Процесс Выпячивание Наружи В висячих Родинок Поэтому Можно воздействовать Сразу с двух Концов Снизу Клизмами А сверху Примочками Чистотелом Но основное Это наведение Чистоты В толстом Кишечнике Которая Ликвидирует Зародыш Этого процесса После ознакомления С соответствующей Медицинской Литературой И опытом Применения Чистотел У меня сложилось С мнение Что клизмы По уокеру Лучше делать С соком Чистотела Это много Эффективные Например Сухощавая Женщина Прошла Полный курс Промывки Толстого Кишечника По уокеру Но не получила Желаемого Результата Когда же Она сделала Несколько Клизм С чистотелом Эффект Был Налицо Во-первых Вышло Множество Разнообразной Слизи Во-вторых Живот Стал Мягким И лучше Заработал Дополнение У многих Людей После курса Клизм С чистотелом Возникает Закрепление Кишечника И это Естественно Ибо чистотел Обладает Высушивающими И отрывающими Свойствами Чтобы устранить Закрепление И нормализовать Слизистую оболочку Толстого Кишечника Рекомендую Сразу После курса С чистотелом Сделать От 2 до 5 Клизмочек С теплым Молоком И растопленным В нем Сливочным маслом 300 грамм Молока И 30 грамм Масла Такая клизма Делается раз в день С помощью Обыкновенной Спринцовки Введя молоко Лягте на спину Тац вверх И полежите так 30-45 минут А затем Идите в туалет За это время Слизистая толстого Кишечника Нормализуется А закрепление Устраняется Восстановление Нормальной Микрофлоры Восстановить Нормальную Микрофлору Толстого Кишечника Нам поможет Выполнение Пункта 1 Очистив И нормализовал ПАЖ среды В толстом Кишечнике Мы создадим Благоприятные Условия Для развития Необходимой Микрофлоры Изменив питание Сделав акцент На употреблении Свежеприготовленных Овощных соков Салатов Цельных Круп Пророщенных Зерен Орехов Включение Ягод И дикорастущих Среднобных Трав Послужит Исходным Стрелем Для развития Нормальной Микрофлоры У кого Возникает Газообразование От обилия Сырой Пищи Тушите Ее И тогда Будет Все нормально То есть Подвергайте Слабому Температурному Воздействию Ведь поступление Пищи В организм Уже Через Десятки Минут Приводит К активации И размножению Микроорганизмов Населяющих Полость Желудочно-кишечного Тракта И слизистой Кишечника Ученые Давным-давно Установили Что микрофлора Толстого Кишечника Изменяется От питания Один вид Образом В зависимости От пищи Принимаемой Нами Мы можем Выращивать Внутри себя Разнообразные Микроорганизмы Но кишечная Микрофлора Эволюционно Закрепленная Форма Существования Большинства Многоклеточных Организмов И должна быть Строго Специфичной У человека Она правильно Развивается Только на Сырой Растительной Пище Либо Слабо Тушеной Пище Растительной Плюс Немного Правильно Приготовленной Цельной Пищей Крупы И так Далее Такая Микрофлора Позволяет Нам Переваривать 50% Пищевых Волокон И добывать Из них Дополнительное Питание К тому же Растительные Волокна Обеспечивают В толстом Кишечнике Антитоксичность Вареная Рафинированная Неправильно Сочетаемая Богатая Белками И сахарами Пища Позволяет Культивировать Патогенную Микрофлору Которая Это одна из причин Поголовного Разрушения Зубов И не дает Нормально Функционировать И восстанавливаться Толстому Кишечнику Это другая Причина Массового Распространения Среди населения Расстройств И болезни Толстого Кишечника Кроме того Фрукты Ягоды И овощи Являются Основными Источниками Органических Кислот Которые Способствуют Поддержанию Нужной Слабокислой ПН-среды Во всем Пищеварительном Канале Вареные Продукты Белки И сахар Наоборот Взвигают ПН-среды В щелочную Сторону Благоприятную Для брожения И гниения Восстановить Микрофлору Помогает Голодание С последующим Правильным Питанием Это один Из кратчайших Путей Изменения Микрофлоры С патогенной На нормальную Симптоматика Патологии Регулировка И признаки Нормальной Работы Толстого Кишечника Итак Мы много узнали О роли Толстого Кишечника В способах Его восстановления Но думаем Со мной Все в порядке Посмотрите На вещи Трезво По данным Многих Проктологов В том числе Основателя Проктологической Школы В СССР Профессора Аминеева В возрасте До 3 лет Возникают Самые Различные Заболевания Желудочно-кишечного Тракта Данная Глава Поможет вам Наверняка Узнать Порядки Ваша Толстая Кишка Показывая Те внешние Признаки Порой И отдаленно Не имеющие С ней Связи Указывающие На течение Патологии В ней И какой Именно Это поможет вам Сориентироваться И целенаправленно Подобрать Средства Средства Мы Неспецифический Язвенный Калит Это воспаление Слизистой Толстого Кишечника А также Может быть Даже Образование Язвы Отмечается В возрасте От 10 До 30 Лет Внешние Симптомы Встречаются У 60 75 Процентов Больных Патологическое Изменение Кожи Воспаление Слизистой Полости рта Соматиты Поражение Слизистой Глаза Конъюнктивиты Воспаление Суставов Артриты Заболевание Печени В Полипы Сигналят О себе Ростом На шее Под мышками Висячих Родинок Г Черный Налет На зубах Указывает На наличие Скрытого Дегенеративного Изменения Слизистой Оболочки Толстой Кишки Покрытие Черной Пленкой Плесени И авитаминозом Витамина А Д От разнообразных Дисфункций Толстого Кишечника Страдает Кожа И слизистые Оболочки Синуситы Риниты Ангина Анденопатия Стоматит Гингивит Глассит Это воспаление Языка Одонтальгия Бронхиальная Астма Пузырьковый Лишай губ Что мы просто Называем Лихорадкой Или высыпанием На губах И если Выше указанные Симптомы Стали посещать Вас частенько Или имеется В норме Их вообще Не бывает То начинайте Выполнять Программу Оздоровления Толстого Кишечника Второе Регулировка Сейчас я расскажу Как вам Ориентироваться По каловым Массам Подходит ли вам Эти продукты Или нет И как часто Их можно Употреблять Запомните Следующее Все виды Мяса Рыбы Яйца Молоко Творог Сыры Супы Бульоны Кисели Какао Кофе Крепкий чай Белый хлеб Пирожные Торты Белый сахар Протертые каши Вермишель Белые сухари Склонны Образовывать Каловые камни Черника Черемуха Ежевика Груши Айва Они просто Закрепляют Ввиду того Что эти продукты По своему содержанию Представляют собой Однородную Мономерную Массу Они Обезвоживаясь Толстым кишечником Преобразуются В твердый Каловый камень Который Если не застрянет В складках Толстого кишечника Может Поранить Задний проход При выходе Скапливаясь В так называемые Каловые пробки Они существенно Затрудняют Акт Дефекации Приводят К ненужному Натуживанию Которое Приводит К трещинам Заднего прохода И так далее В итоге Вы видите Что вначале Выходит Овечий Кал В виде Орешков А затем Более Жидкий Чтобы этого Не было Старайтесь Меньше Употреблять Вышеуказанные Продукты Или Сочетать Их с Растительной Грубо Волокнистой Пищей Пищевые Волокна Задерживают Воду Что предотвращает Обезвоживание Каловых Масс Не меняет Астматического Давления В полости Органов Пищеварительной Системы И формирует Фекальные Массы Нужной Консистенции Итак Как только Появляется Овечий Кал Вы Сразу Должны Вспомнить Какой Из Вышеуказанных Продуктов Вы Кушали Откажитесь На время От него Кушайте Побольше Салатов Тушеных Овощей Цельных Круп А затем Изредка Включайте Тот Продукт В свой Рацион Это Позволит Регулировать Ваш Стул И добиваться Нормального Функционирования Третье Признаки Нормальной Работы Внимательно Наблюдайте За своим Стулом Он Должен Быть Регулярным И в идеале Кишечник Должен Срабатывать Через 1-2 Часа После Каждого Приема Пищи Кал По своей Консистенции Должен Напоминать Однородную Пастообразную Массу В виде Колбаски Без Запаха И не Должен Пачкать Унитаз А то Прилипнет Не Отдерешь Дефекация Должна Проходить Легко И Одномоментно После Каждого Стула Надо Подмывать А не Вытирать Бумагой Задний Проход Это Можно Делать В ванной Комнате Под Струей Воды Применять Следует Прохладную Воду Струя Должна Быть Несильной Нераздражающей После Подмывания Необходимо Насухо Вытереть Промежность Специальным Влажным Полотенцем Вот В принципе Основное Что Необходимо Знать О Толстом Кишечнике Чтобы Самостоятельно Восстановить Его И Стать Здоровым Рекомендую Начинать С клизм По Уокеру Вместо Воды Можно Использовать Свою Дневную Мочу Если Потребуется То Сделайте Их С Чистотелом Далее По Мере Вашего Роста Осваивайте Более Сложные Виды Чисток Остальное Подбирайте По Самочувствию И Специфике Заболеваний Питайтесь Правильно Об этом Смотрите Соответствующую Часть Если Вы Не Желаете Коренным Образом Изменить Своё Питание То Вы Опять Забьете Толстый Кишечник И Ваши Труды Будут Напрасны Когда Толстый Кишечник Станет Относительно Чистым А для Этого Достаточно Одного Цикла Очистительных Клизм По Океру Необходимо Приступать К очистке Печени Лично Я считаю Эти две Чистки Обязательными И главными Дальнейшее Очищение И восстановление Будет Проходить Само При Правильном Питании Продолжение следует